Вечер. Время уже целых шесть минут восьмого. Нас пока не очень много, я надеюсь, еще кто-нибудь подойдет. Но давайте, тем не менее, начинать, чтобы нам уложиться в тайминг нашего замечательного мероприятия. Рад вас всех приветствовать на очередной встрече московского сообщества Java разработчиков. А у кого нет бейджа, пожалуйста, в перерыве возьмите на столе. Перемещаясь по офису, надо бейдж иметь при себе. И давайте начнем вот с чего. Какой сегодня день? Сегодня действительно прекрасный день. Мы проводим встречу московского сообщества Java разработчиков 21 сентября. И, насколько я понимаю... Что? Насколько я понимаю, вот да, не вышел сегодня очередной пост про поезда, если вы понимаете, о чем я. И, как бы, по всей видимости, это тот самый день. Вот. Если кто не в курсе, то есть сегодня плановый день релиза Java 9. Состоялся ли сам релиз, я, честно говоря, пока не в курсе. Потому что... Ну вот... Еще утром. Да, у них еще, как бы, 9... Ой, 21 число только-только-только наступает. Но, тем не менее, есть ребята, которые уже, как бы, активно это все поддержали. И, в частности, Николай Парлок. Он ведет свой блог, он ведет свой YouTube-канал. И, соответственно, там есть прекрасное видео. Где-то на полчаса. Welcome Java 9. Вот. Очень рекомендую посмотреть. Все очень там прикольно, позитивно. Много всяких интересных ссылочек на тему. И многие люди рассказывают, там, соответственно, о том, чего ожидалось от Java 9, чего получилось. И еще один человек сегодня отметился тоже постом. Саймон Риттер из компании Азул. Вот. Соответственно, New Day, New JDK. Его пост. И в нем он говорит, что вот, ну, как минимум, да, один релиз Java 9 сегодня состоялся. То есть зарелизилась Zulu. Сборка JDK 9. Вот. И, соответственно, ее уже прямо сегодня можно скачать. А сам Саймон, он делал, ну, вот, в прошлом году, как минимум, он делал доклад про 55 новых фича в Java 9. Кто может назвать больше одной, больше, чем модули. В принципе. Кто может назвать 10 новых фич в Java 9? Есть такие? Вот. А на самом деле, вот, к нам приходил Ваня Крылов в прошлом году. И достаточно много всякого про Java 9 рассказал. В нашей группе ВКонтакте есть видео с той встречи. Вот. Вот, практически то же самое, что рассказывает Саймон, только на русском языке. Ну, там, с определенным переосмыслением российского инженера. Вот. Соответственно, Java 9 уже здесь. Так или иначе, с сегодняшнего дня все по-новому. И это прекрасно, я считаю. Ну, переходим к теме сегодняшнего нашего мероприятия. И сначала я хотел бы представить наших гостей. Гость номер один, да, то есть у нас сегодня гости, это Иван Пономарев. Он, соответственно, работает в компании Курс, и он является тех лидом. Я теперь прошу сюда, у нас традиционное рукопожатие. А где у нас фотофиксация? Спасибо. Вот. Значит, Иван, руководитель проектов и архитектор в своей компании, ну, как он сам о себе сказал. Вот. И что особенно приятно, он преподает в МФТИ. Вот. И несет, ну, как бы, свет науки в массы. Это очень круто. И, как вы, наверное, заметили, здесь редко бывают люди случайные, да, то есть, как правило, я со всеми нашими гостями, докладчиками знаком, может быть, уже много лет. А с Иваном мы как раз познакомились не очень давно, а в рамках подготовки к G-Point этого года. Вот. У Ивана был доклад на G-Point, он вошел в двадцатку лучших, и сегодня будет, в общем-то, в первой части его повторение. Если я правильно все помню. Да. Вот. Собственно, с того времени, ну, мы так или иначе общаемся, и очень рад, что Иван выразил желание выступить, собственно, с докладом на джуге, и ему реально есть что рассказать. Так удачно получилось, что он достаточно давно уже разрабатывает продукт с открытым кодом, а мы это очень любим, и мы любим о таких вещах на джуге рассказывать. Так, ну и, собственно, второй гость, коллега Ивана Николай Поташников. Спасибо. Ну и вас, кстати, тоже. Если что. Соответственно, Николай, project manager, он тоже сегодня выступает. Вот, сегодня будет такая часть докладов от одного докладчика, да, там по одному человеку выступает, да, и там некоторая часть будет совместный доклад. Вот, сейчас об этом расскажу. Соответственно, основная специализация создания аналитических информационных систем, ну, то есть, видимо, вот по таким вопросам можно к Николаю обращаться и сейчас на нашей встрече и за рамками ее, да, скажем так. Вот, о чем будем говорить сегодня. Общая тема у нас про скрытую сложность. Дело в том, что многие привычные вещи, которые мы вот считаем, ну, само собой разумеющимися, да, и реализованными, скажем так, таким образом, что вот нам приходится там с какими-то нюансами мириться, они могут быть и сделаны по-другому гораздо лучше и зачастую несут в себе какую-то внутреннюю скрытую сложность, и об этом мы как раз сегодня и поговорим. Да, то есть, о некоторых очень привычных вещах, в частности, отображение табличных данных, как это должно в принципе работать хорошо и какие есть нерешенные проблемы, они там, в общем-то, есть, и про то, каким образом, в принципе, можно подойти к проблеме разработки бизнес-логики. Есть у нас сегодня те, кто разрабатывает бизнес-логику в каких-то заказных системах, участвуют в заказной разработке? Ну, несколько человек есть, вот. Остальные из маркетинга, наверное, сегодня пришли. Ну, такая встреча, да. Окей, кишочков сегодня будет немного, да. А, то есть, у нас еще, может, и там GVM-разработчики, ну, потому что такой день, как бы, вот, кто-то, может, пишет на плюсах, как вот наш предыдущий, один из предыдущих докладчиков Иван Крылов, о котором я уже сегодня говорил. Ну, вот, сегодня мы говорим о таких вещах, и, в принципе, наверное, можно уже переходить к самим докладам. Единственное, слайд традиционный с контактами, с нашей группой ВКонтакте, с хэштегом в Твиттере. Там уже много чего есть. Там обычно у нас появляются какие-то материалы после наших встреч, презентации, видео и так далее. Вот, ну и, соответственно, можно мне по всяким разным контактным данным написать, да, там мне или коллегам, которые занимаются непосредственно нашим мероприятием здесь, и получить обратную связь. Вот. Собственно, если вы, скажем так, не выражаете желание выступить на нашем вот замечательном метапе, да, то, скорее всего, этого и не случится. То есть, нужно прийти и сказать, у меня есть тема, я хочу выступить, и тогда мы подумаем, как нам с этим быть. Или, второй вариант, есть такая технология, но у вас про нее почему-то ничего не рассказывают, а есть такой вот замечательный докладчик, который бы я хотел порекомендовать. Любой вариант, в общем-то, а взаимодействие приветствуется. Так, ну, все, будем приступать. Иван, прошу. Клик, уже здесь. Все, сейчас переключим презентацию. Так, всем привет. Я Иван Пономарев. Спасибо, Андрей, за представление. А есть тут кто-нибудь, кто видел мой доклад на G-Point? Нет, таких нет? А, ну да, ну ты, Андрей, можешь пока отдохнуть. Ну, приблизительный план, постараемся его придерживаться, сегодняшней нашей встречи. Еще раз, сначала будет мой доклад, это без того, что я рассказывал на G-Point. Около 8 часов вопроса-ответы по этому докладу. Дальше у Коли будет такой толк около 20 минут про нашу опенсорсную технологию, что это и зачем. Потом самая, наверное, ожидаемая часть любого митапа и конференции. Это, как всегда, половина девятого. И потом вторая часть, я буду рассказывать уже техническую сторону. То есть, если Колина так будет более обзорную, у меня более глубокая техническая с показом кода про создание бизнес-логики на Челест и Флют и вопросы-ответы. А сейчас доклад про отображение табличных данных. Да, вот тут вот мой Twitter, можете follow-ить, я там пишу про программирование и все новости про нашу платформу тоже туда же буду выкладывать. Так, ну чем мы занимаемся в курсе? Уже Андрей об этом сказал. Наш, помимо, ну, основное наше направление деятельности это заказная разработка бизнес-логики. И это делается уже много лет. И мы сделали вот эту платформу Course Orchestra для создания бизнес-приложений. Саму платформу мы пишем на Java. А JITON, это Java-реализация языка Python, используется как скриптовый язык для того, чтобы бизнес-логику делали другие программисты, не Java-разработчики, а разработчики бизнес-логики. И бизнес-решения, которые мы делаем, достаточно широкого спектра. Вот наша компания, курс, наши партнеры для банков, для госструктур, для коммерческих организаций. Базы данных. Вот три типа баз данных, с которыми мы работаем. Да, это все реализационки. И, соответственно, что такое платформа? Платформа – это удобная штука, которая экономит время разработчикам бизнес-логики, которая позволяет гибко разрабатывать. И поэтому в ней есть всякие компоненты разные. И визуальная, графическая компонента, наиболее часто использующаяся, это Grid. Grid, что такое Grid, знают все, видят его по сто раз на дню. Вот в гугле, если поискать Grid Component, это будет много всяких гридов мы увидим. Видим их каждый день перед собой. Если посмотреть, ну так, чуть-чуть абстрагироваться и задать себе вопрос, ну а с точки зрения функционального, если писать Grid, что такое Grid, какие функции у него есть? Первая, самая основная функция – это прокрутка. То есть, это такая виртуальная простыня данных, может быть очень много строчек, и пользователю должна создаваться иллюзия, будто бы у него есть возможность эту простыню просмотреть, любой ее кусок. Он крутит мышью, и соответствующая часть данных перед ним показывается. Вторая функциональная возможность – это пункт позиционирования. Ну, записи, если они в революционной таблице у нас находятся, то нам часто бывает известен код записи, код товара или код улицы, вот как в этом примере, и нужно быстро выделить, подсветить строчку какую-то определенную, сделать это быстро и при этом спозиционировать полосу прокрутки на нужное значение. Хороший Grid должен работать быстро, то есть не убивать базу данных своими запросами, потому что пользователей много, и данные должны пользователю быстро выдаваться. И он должен работать удобно, то есть он не должен ограничивать пользователя в его желании браузить данные так, как ему хочется. И третье – одинаково быстро и удобно на 10 записях и на миллионе записей. На самом деле, если мы говорим о платформе для бизнес-логики, то бизнес-разработчик, он не должен заморачиваться на каких-то технических деталях, у него очень много бизнес-требований, он просто говорит, я хочу Grid в этом месте, я хочу Grid в этом месте экрана, на этом месте страницы, и мне не важно, сколько записей, вот я хочу вывести мне это в Grid. И возникает вопрос, ну а что тут такого? Ведь мы это видим вокруг себя каждый день, и разве нет готовых решений вообще? Grid? Ну Grid – это как бы, Grid – что тут? Ну хорошо, давайте разбираться, давайте начнем эту историю раскручивать. Опять посмотрим, какие тут могут быть подходы к реализации такой функциональности, обычной. Первый подход, Grid – это такая простыня, ну двумерный массив, давайте возьмем и вычитаем данные из таблицы в массив, а дальше понятно, как-то пользователю отобразим. Буромер тут неспроста, ясно, что у подхода есть свои недостатки, но на минуточку представим себе, что нам это удалось, и вот данные наши хранятся не в реализационке, а вся таблица хранится в виде массива в памяти, на клиенте, на сервере, сейчас не важно. И тут сразу хорошие новости возникают, потому что если мы вычитали все данные таблицы в массив, мы по сути решили задачу, потому что к чему сводится прокрутка? Прокрутка – это значит показать окно с какой-то ситой записи, да, мы знаем, что записи, допустим, 1000, мы крутанули где-то на 250, покажи мне с 250 по 260 запись, это же доступ к энному элементу массива, а доступ к энному элементу массива это самая быстрая на свете операция, быстрее просто нет, у от единицы ее сложность. Переход к записи. Ну тут нюанс есть, но если предположить, что у нас записи отсортированы по какому-то ключу, ключ этот мы знаем, записи, как правило, сортируются в гриде, то мы можем устроить бинарный поиск и тоже быстро решить переход. Это за логарифмическое время можно сделать. То есть, в принципе, если данные вычетаны в массив, то задача отображения грида решена, и в тех случаях, когда мы можем это себе позволить, по-другому чуть делать и не надо. Но плохая новость в том заключается, что первоначальная загрузка данных это как раз процедура с сложностью ООТН. Данные в нашей бизнес-системе растут, с каждым днем, с каждым годом их все больше, в грид надо грузить все больше, грид грузится все дольше. И поэтому нам каждый раз, когда пользователь открывает грид, приходится делать вот что. Данные, причем, толстеют с каждым днем у нас. Обычно это выглядит так. В лучшем случае пользователю показывается прогресс бар, грид грузится, вот это вот, грид грузится. Это, я думаю, знакомо каждому, кто с такими системами работал или разрабатывал их, или рефакторил. То есть тяжелые данные могут не пролезть в пропускную способность канала. Я даже сейчас не говорю про память, потому что память эта оперативная как раз сейчас достаточно, чтобы вместить таблицу, да, очень большую. А вот канал, это тяжелая вещь. Хуже всего то, что данные хранятся в базе. Базу меняют разные пользователи, они меняются со временем. И поэтому, чтобы пользователю не показывать outdated данные, ему надо периодически обновляться. Да, он опять нажимается на рефреш, и опять происходит вот эта ситуация. Опять он ждет, пока вытащатся все данные к нему в грид. Грид загрузится. Желательно, чтобы этого не было. Хорошо. Ну, давайте попробуем с другой стороны посмотреть. В принципе-то зачем нам грузить, допустим, миллион строчек, если пользователь все равно, но хорошо, если есть несколько десятков успеет глазами отсмотреть. Давайте только их и грузить. Давайте переложим задачу на СУБД, и будем извлекать только те строчки, которые пользователь увидит, на которых он вообще сможет взгляд сфокусировать. И тут сразу приходит к нам хорошая новость. Переход к записи по ключу, то есть позиционирование, то, о чем я говорил, это точно будет быстро работать. Потому что, посмотрите вот на этот шаблон запроса, если мы знаем ключ, допустим, мы хотим от ключа известного показать 10 записей вниз в гриде, это будет работать быстро, потому что база данных воспользуется индексом, сразу же моментально мы получим нужное нам окно через вот этот select в РК, больше равно лимит проблем не возникнет. Но на этом, правда, хорошие новости заканчиваются, потому что у нас же еще полоса прокрутки, ее надо установить в нужную позицию. И чтобы ее установить в нужную позицию, когда мы знаем ключ, нам надо посчитать количество записей, которые меньше данного ключа. Для этого надо выполнить каунт. Каунт-операция долгая, ключи там, вернее, индексы не очень помогают в ней, и она как раз деградирует со временем. То есть чем больше с набором данных, чем больше данных, тем дольше у нас каунт идет, больше ридов. И самое-то главное, самое-то чаще-то мы прокруткой пользуемся, а не позиционированием. Что такое выбрать записи, начиная с N, с точки зрения базы данных? Но вот сейчас все языки, все современные базы данных поддерживают ключевое слово offset, новые. То есть мы говорим, что давай-ка выбирай записи в таком-то запросе, начиная, допустим, со 100-тысячной, если это достаточно большая. Мы пишем offset 100 тысяч. С offset какие проблемы? Во-первых, offset все-таки не все поддерживают. С какого? Ну вот у меня такая информация, что с 12-го до Oracle. Значит, 12-й сервер, 12-й Oracle. Значит, появился offset, но вот у нас, например, 2009-й SQL сервер до сих пор в продакшене много где, и, соответственно, никакого offset там нет. То есть приходится городить более или менее страшно выглядящие запросы, имитирующие offset, примеры со stack overflow. И, в общем, все это приводит к чтениям и большому количеству ридов, и все это очень неэффективно работает. Count и offset – это дорогие операции. И даже там, где они реализованы изначально, вот в постгрессе, они в документации делают такую оговорочку, что строчки, которые пропускаются offset, они все равно должны быть вычислены внутри базы данных, внутри сервера, и поэтому большой offset может быть неэффективен. То есть, иначе говоря, они признаются в том, что offset – это там O от N примерно, может, чуть лучше стоимость. Чем больше offset, тем дольше это будет выполняться. Но, капитана очевидность нам подсказывает, чем ближе мы к концу набора, то есть, чем ниже мы крутим полосу прокрутки, тем больше у нас offset. Если мы где-то, использователь крутит у нас где-то в конце набора данных эту полосу прокрутки, база данных будет вынуждена все время пересчитывать и пересчитывать от начала, от верха эти строчки. Это совсем не то, чем мы хотели бы занять нашу базу данных. И действительно, такой подход не работает на практике, и делать грид с хорошим перформансом на offset невозможно. Это убьет базу данных и не будет работать. Тут может возникнуть вот какая реплика, какая мысль, ну а зачем нам вообще вот такой вот честный грид со всеми записями? Нельзя ли что-то другое придумать с точки зрения концепции пользовательского интерфейса UI? И такие решения есть, и давно они с нами. Первое решение из Web 1.0 – это погенация. Вот тут вот я сделал скриншот, есть такой форум классика среди любителей классики. Смотрите, 908 страниц и 9000 сообщений в треде было. Кто-то обсуждал какую-то тему горячую. Соответственно, если вы хотите где-то в середине почитать, ну, заберите страницу 450-ю, откройте в погенаторе и посмотрите там. Быстро вам это сделать не удастся, поэтому я подозреваю там MySQL и PHP. В MySQL они этот лимит могут себе позволить сделать, пока ты медленно переключаешь страницы. Второй подход, который применяется в современном вебе, это фильтрация пока столько лимитированного количества записей. Но тут логика такая. Ты же хочешь не все видеть, а какие-то определенные записи, которые удовлетворяют определенным критериям. Так отфильтруй их, а мы тебе покажем первые 100, допустим, или первые 500, если хочешь. Ну, 500, у тебя целый день не хватит, их отсматривать. Да, отфильтруй, отфильтруй, а мы тебе покажем определенное количество записей. И в принципе, кое-где это работает и вполне нормальное решение. Это лимит, не требует никакого оффсета, 500 мы можем загрузить запросто. И в современном вебе, в современных приложениях есть такая бесконечная прокрутка, такой паттерн load more. То есть загрузили 100 записей, докрутили до этого момента, ну там в соцсетях или в мессенджерах такое, делая еще load more. Или в поисковиках. Показал он 100 записей, не хватило тебе, делай еще load more. Какая у этого паттерна проблема? И если тебе надо докрутить до последней записи, то ты можешь никогда не докрутить. Мы тут с супругой вспоминали, когда мы познакомились, у нас вся история сообщений в смартфоне. И вот крутили, крутили 15 минут, потом дрогнула рука, и все попало на первую запись, мы так и не увидели. Оно там есть в гряде, но достать его невозможно. То есть если поисковик, там понятно, более релевантные сверху. И вам чем дальше, тем как бы менее релевантно. Но если записи одинаковую релевантность имеют, то load more это не вариант. Бывает и так. Мы этот скриншот нам прислали на хабро-хабре, статью мы писали как раз про трудности гряда, и нам прислали скриншот из свежей 1С. Кстати, слово 1С сегодня не раз будет произнесено. Смотрите, какой там грид интересный. Там нет полосы прокрутки. Но там есть возможность перескочить в самый верх, в самый низ, покрутить по одной, пофильтровать, посортировать. То есть все, можно. На самом деле это хороший пример. Вот если не делать так, как я сейчас буду долго и страшно рассказывать, то в принципе легко реализовать вот так, как сделали 1С. Единственное, у этой штуки проблема такая, что если ты хочешь куда-то в середину попасть этого списка, то тебе придется долго крутить. Точно так же, как вот slot more, только по одной записи. Но смотрите, сколько вариантов. Может быть строить честный грид-то и не надо, каким-то можно обойтись. Нет, есть надо Федя, есть у нас задачи, для которых нужен честный грид. Но первая, впрочем, довольно субъективная часть, но может она не очень серьезная, но как-то практика показывает, что пользователи любят просто не данных. Вот вынь да положим, значит, выгрузим в Excel все транзакции за сутки или за неделю, выгрузи их в Excel, пожалуйста. Почему? Потому что ощущение контроля. Да, они это браузят, может быть взгляд зацепится за какую-то аномалию, или за аномалию, или за что-то, из чего они могут сделать вывод какой-то. Но это субъективно. Ладно, отговорили пользователя. Есть вполне объективные паттерны и поведение пользователя в таких системах. Нужно ввести соседние записи. Опять скриншот из Одинесса. Смотрите, понадобилось мне узнать, какие компании платила перечисления в бюджет в 2013 году, довольно давно. Да, грид с платежным поручением большой. Взял я и отфильтровал по слову ФОМС, потому что знаю, что в 2013 году точно платили в фонд медицинского страхования. А дальше-то, я не знаю, что еще платили. Да, я отфильтровал по ФОМС, спозиционировался на этой записи. А потом я сбрасываю фильтр, и я вижу соседние записи. То есть я вижу, что там с ФОМСом еще там пенсионные, федераль, что-то там еще было, налог на прибыль. То есть, понимаете, да? Если бы позиционирования не было, был бы грид там какой-нибудь, он меня бы отбросил на первую запись опять, после того, как я сбросил фильтр, я бы не был happy как пользователь. Я отфильтровался где-то в середине, и когда я сбрасываю фильтр, я хочу, чтобы мой грид остался инвариантно на этой позиции, чтобы я видел соседние записи здесь. После того, как я сбросил, это вопрос позиционирования. И полоса прокрутки, здесь не очень хороший скриншот, но полоса прокрутки, она должна показать, где я примерно нахожусь, в начале истории, в конце ее. Переход к связанному списку. Но это очень распространенный паттерн. Это скриншот из системы Microsoft Dynamics NAV, бывший на Vision. Смотрите, здесь товарные, по-моему, операции. И вот мы код товара щелкаем, и мы попадаем в окошко, связанное со списком товаров. Товаров очень много, здесь несколько тысяч, но мы примерно поняли, что мы в середине вот этого находимся списка, и загрузился грит честный, загрузилась полоса прокрутки. Мы можем видеть их все. Вопрос, как справляются другие ребята, как вообще системы, которые занимаются такими вещами, делают ответ на то, что я знаю, с переменным успехом. Вот, например, есть в Pastgres такой PG-админ, очень удобный третьей версии. Он смело берется открывать таблицу любого объема, но если вы там откроете большую таблицу, вам придется келять процесс, потому что он просто зависнет. SQL Server Management Studio, там есть грит, кто работал с ним, тот знает, что они осторожные ребята, они по умолчанию там, по-моему, тысячу открывают строк, лимит топ тысячи. Если хочешь больше, делай больше на свой страх и лист. С другой стороны, есть инструменты, в чем очень давно написаны. DB2, я давно, правда, не работал, но я помню, что там встроенный инструмент, очень хороший. Есть ERP Microsoft Navision, которые еще в начале 2000-х годов открывали, сразу и крутили любые таблицы любого объема, так, как будто бы это действительно простыня уже in memory у них находится. Наше решение, вот то, о чем я сейчас расскажу, это результат размышления над тем, как сделано у тех ребят у DB2 и у Navision, и оно не является серебряной пулей, закон сохранения гибкости. Если где-то мы получаем гибкость, где-то возникают ограничения. Поэтому у нас есть ограничения сортировка из фильтрации, правильные индексы нужны, чтобы сортировать и так далее. Но оно дает неплохой практический компромисс между скоростью и удобством. Собственно говоря, это ровно то, что нам нужно. Итак, давайте посмотрим, как можно решить эту задачу. Для этого мы сначала ее временно упростим. Представим себе, что у нас в нашей таблице, которую мы отображаем, ключ первичный 1. У него одно поле, ключевое, и оно целочисленное, с типом int. Все очень просто. Int, айдишник, и сортировка по нему. А дальше к нему пришита какой-то description, неважно что, сколько угодно других полей. На самом деле, нас интересует только это. Это ограничение мы потом снимем. Но сначала мы, чтобы для простоты понимания основной идеи, представим себе, что оно есть. Проведем мысленный эксперимент. Вот у нас тысяча записей таблицы. У первой записи ключ равен нулю, у тысячной записи ключ равен 10 тысячам. Записи отсортированы по K, напоминаю. Вопрос, какое примерно значение K будет иметь запись номером 500? Какое? Ну, как бы да. То есть, кто-то пожал ключами здесь, кто-то сказал, наверное, 5 тысяч, то есть, капитан очевидность подсказывает. Кто-то, когда я на G-Point рассказывал, да нет, ни за что, почему? Мы не знаем. Но, в принципе, единственное, чем мы можем предположить, это 5 тысяч. То есть, взять вот так вот и линейно попытаться угадать линейную взаимосвязь, через линейную интерполяцию у нас только две точки есть. А две точки у нас есть, потому что мы знаем, мы один раз каунтом-то мы можем посчитать количество записей в гриде, а min-max ключи мы тоже можем получить, причем это очень быстро делается за счет индекса. Дальше вот так вот. Угадаем эту линейную взаимосвязь. Но таким образом, смотрите, что получается. Если бы мы, эта функция, которая, вообще говоря, не линейная, но мы ее аппроксимируем линейно, а мы бы умели ее вычислять быстро, то тогда бы мы решили вот этот вот вопрос, что базы данных быстро извлекают из большого набора запись по ключу первичному, но медленно по ее порядковому номеру. Да? А если мы порядковый номер умеем быстро превратить в ключ, то дальше база данных извлекает запись по ключу. Давайте посмотрим, как работает идея с интерполяцией на эксперименте стахастическом. Значит, вот предположим, у нас ключ в пространство значения ключа имеет 200 значений всего лишь, и в нем разбросано 50 записей. То есть мы считаем, что, если кто помнит комбинаторику немножко, да, c из 200 по 50, выборки из 200 по 50, да, это все общее пространство, общее множество возможных размещений 50 записей в пространстве ключей, состоящими из 200 элементов. И вот для каждого такого размещения мы можем построить вот эту кривую, которая показывает, что по оси х значение ключа, а по оси у количество записей, которые меньше данного значения ключа. И мы знаем, что в точке 0 их нет, а в точке 200 все 50. То есть она, эта штука, как струна, такая закрепленная на углах. И мы видим, что она, в общем-то, болтается-то, смотрите, достаточно близко к серединке, к диагонали. И в этом нет никакого фокуса, потому что, если бы было 200 из 200, ей бы некуда было деваться, она бы лежала на диагонали. Заметьте это. Если бы у нас, мы знали, что 200 пространства ключей и 200 записей, мы точно, все, задача решена, они лежат на диагонали. У нас номер записи и есть номер ключа. Ну, с аффсетом каким-то, ну, это же можно посчитать, да? Хорошо. В случае 10 из 200, когда их больше, вариантов, он чуть-чуть похуже, получается, больше болтается эта штука, но все равно достаточно близко. А почему близко? Потому что на нас работает статистика, на нас работает теория вероятностей. Вот, смотрите, вероятность наличия ровно лямбда записи с ключом меньшим k или меньшим k, она описывается такой формулой. В знаменателе у нас общее число размещений, в числителе у нас число размещений записи до ключа и помножено на число, возможное число вариантов после ключа. Эта штука называется гипергеометрическое распределение. Она обладает хорошо известными свойствами, их можно подрезюмировать вот здесь. То есть, зависимость от номера, ну, от ключа к номеру записи, она лежит вся вот в таком вот в красном параллелограмме, имеет мат ожидания на диагонали этого параллелограмма и среднеквадратичное отклонение, такая бочка, но не очень широко от диагонали. И этим можно пользоваться. Но на практике, конечно, все хуже гораздо бывает. Вот то, что я здесь нарисовал, это выгрузка из таблицы кладер, справочника улиц, который больше миллиона улиц содержит в России. И вот я для иллюстрации выгрузил его и показал. Видите, здесь ближе все-таки как бы к этому параллелопипеду, да, это называется. То есть весьма неравномерно. Но ведь у нас есть возможность сделать кусочную интерполяцию. По мере уточнения мы можем сделать так, что задать любую достаточную точность и получить вот эту вот функцию, которая преобразует номер записи в ключ с достаточно... Это очень быстро сходящийся процесс, правда. основная идея вот такая. Давайте снимем ограничения. Мы говорили, что ключ у нас одинарный и только целочисленные значения принимают. Если ключ составной, но мы можем... Составной ключ все равно пара имеет определенный порядок. Соответственно, мы можем занумеровать возможные комбинации так, чтобы они описывались, может быть, большим целым числом. Нужна сортировка не только по первичному ключу. Это делается следующим образом. Мы можем мысленно добавить сортировочное поле, допустим, description, перед ключом и сделать order-by-descr-id. И назвать теперь descr-id, это будет составной ключ наш. От этого ничего не изменится, но у нас будет сортировка по первичному ключу составному, потому что уникальность не нарушится. Ключ содержит не только инк-поля, но нам надо как-то нумеровать их. Большими целыми, больше, чем 32 и 64 бита, потому что представляете себе, сколько есть вариантов строк длиной 200 символов, допустим. Сейчас мы про это все расскажем, как это делалось. Алгоритм, вот этот наш самый обычный грид, который видит пользователь, на самом деле под собой имеет под капотом вот такую штуку. То есть компоненты его следующие. Интерполятор, который держит в себе несколько точек кусочно-линейных и преобразует позицию бегунка в номер записи, ну как порядковый номер записи. Нумератор, который порядковый номер записи преобразует уже значение ключевых полей, ну и генератор запросов, который делает select-ware запросы в базу данных. Сейчас я расскажу, как это работает пошагово. Берем справочник улиц Clutter, для примера мы, в нем больше миллиона записей, сортируем по имени и коду. Имя и код это поля текстовые. И самое важное, что у нас по имени и коду есть индекс. За счет этого оно будет быстро работать. Что происходит, когда пользователь открывает этот справочник у нас и прокручивает записи? Бегунок куда-то установил середку. Что нам дает UI? UI говорит, пользователь хочет запись номером 584600. Ну мы просто знаем сколько их всего и знаем, куда он прокрутил бегунок и мы можем вычислить. Подай нам запись 584600. Что мы делаем? Мы берем нашу интерполяционную таблицу и подставляем в нее, делаем обратную интерполяцию. Спрашиваем, какой порядковый номер ключа, порядковый номер ключа, сейчас объясню, что это и почему это так страшно выглядит, какой примерно порядковый номер ключа соответствует записи с номером 584600. Мы не знаем точно, какой соответствует, но мы можем через линейную интерполяцию получить примерно. И мы получаем вот такое число, видите, оно огромное, оно даже в 16-ти ричные записи занимает несколько строчек. У нас это не смущает. В Java есть такой тип данных big integer, который произвольной длины целые числа вычисляет, как орехи колют. Значит, дальше что мы делаем? Мы от интерполятора переходим к нумератору. Нумератор должен вычислить нам, мы сказали, вот примерно такому порядковому номеру какие значения ключевых полей будут соответствовать. Нумератор работает волшебным пока образом, как он работает пока не буду рассказывать. Мем уже старый, в прошлом году доклад готовился, надо что-то посвежее. Вжух, и мы получаем примерные значения ключевых полей. Слушайте, какая-то ерунда получилась. то есть MD, а потом просто какая-то мешанина из символов. Но это то, что Грит считает приблизительно должно находиться вот по нашему 584-200 или что там по этому номеру, Грит считает приблизительно должно находиться это. Вот мы имеем эти два как будто бы бесполезных ни на что не похожих поля. И куда мы их подставляем? Мы их подставляем вот такой запрос. Name мы подставляем вот этот вот MD, в код мы подставляем вот этот я-доллар. Вы понимаете, что этот запрос отработает моментально? Потому что теперь-то база данных имея составной ключ, ну составной индекс вернее по name-коду быстренько за логарифмическое время найдет наиболее подходящие варианты. И они есть. Оказывается, в России есть две улицы, там улица и микрорайон вдуль и улица МДС-136, которые примерно матчатся с тем, что мы предложили, ну как бы, что нам предложил интерполятор. И уже вот эту выдачу мы можем сразу же послать пользователю. Я это долго рассказывал, но так как это все арифметические операции, они быстро делаются. и поэтому вот, пожалуйста, эта запись да, скринкаст, это вот миллион, туда даже больше, там полтора миллиона напихано записей, вот настолько быстро это прокручивается. И база данных всегда бывает загружена только за теми запросами, которые она выполняет быстро. Окей, мы закончили прогружать, вот выдала нам эту улицу МДС-136, микрорайон МДУЛЬ, но допустим пользователь перестал крутить, бегунок, да, и ну там на 0,2 секунды по-моему у нас такой тайм-аут отпустил его, не крутит. Дальше мы можем сделать что? Дальше мы можем асинхронно в параллельном потоке попросить базу данных, посчитай нам каунт все-таки куда мы пришли-то? И база данных посчитает, скажет, а номер-то 586 тысяч 38, а мы-то хотели 584 тысячи, и тогда если пользователь еще никуда не ушел, не закрыл, там окно не сдвинулся, чуть-чуть отскочит бегунок. Вот тут мелко, но я думаю видно, да, то есть он уточнил эту позицию и бегунок отскочил, а мы это дело не забыли, мы дополнили свою интерполяционную таблицу еще одной точкой и теперь в следующий раз у нас будет более точные значения и у нас будет меньше отскок и пользователь уже ничего не будет замечать. Для пользователя это уже будет просто прокручивание данных. Позиционирование это задача обратная, она работает в обратном порядке. Обращение к таблице по ключу, как я сказал, это уже операция быстрая, но нам надо не только выдать пользователю раскладку вот эти 10-15 записей, которые он хочет, но нам надо и спозиционировать бегунок. Понятно, что мы можем ему спозиционировать приблизительно, а потом дать ему точное значение. Мы так делаем. То есть мы асинхронно запрашиваем реальный номер записи, вот этот самый долгий каунт, который делается асинхронно, вычисляем вот Чаадаева и вот этот вот код. Это уже точный код. Вжух получаем порядковый номер, а дальше этот порядковый номер подставляем в интерполяционную таблицу в обратную сторону, интерполяция же прямая, обратная может быть. И теперь уже у нас точный порядковый номер, но приблизительная позиция бегунка. Бегунок устанавливаем в приблизительную позицию, пользователю этого достаточно. Потом, если пользователь там втыкал долго на этот грид, никуда не ходил, придет, база данных посчитает уточнение, да, но получится бегунок ему отскочить. А мы получим еще одну интерполяционную точку. Вот так это работает. Вот. Уже сложно, да? Осталось нам разобраться в одном вопросе. Как работает нумератор? Я не буду разбираться в вопросе, как работает кусочная интерполяция. Это всякий из вас может сделать. И сам. Вопрос, как работает нумератор. Смотрите. Ну да, у меня есть некий математический бэкграунд, поэтому для меня функция нумератор это обратимая функция, она работает и в ту, и в другую сторону. Мы видели. У нее тип аргумента какой? Да все, что угодно. Все, что в базе лежит. И строка, и пара строк, и пара целых чисел, и пара даты, бит, вот что угодно, что лежит, это мы подсовываем. И суть в том, что они, эти данные, они только comparable. Мы знаем а больше b, больше мы про них ничего не знаем. Складывать, вычитать мы их не можем. Тип результата у нее big integer. Вот big integer, он не только comparable, мы еще можем сложить два big integer, поделить пополам и найти в середине точку. И главное, ну как математик бы сказал, эта функция является изоморфизмом порядка. То есть если у нас k меньше l, то есть один аргумент меньше другого аргумента, в смысле comparable, который работает на аргументах, то тогда результат должен быть меньше, один результат должен быть меньше тогда и только тогда. В смысле сравнения big integer. И если мы говорим не о одном аргументе, а об НКХ, о кортежах аргументов, то и кортежи также должны работать. То есть если один кортеж меньше другого, в смысле лексикографического порядка, то и наши орды должны быть один меньше другого в смысле порядка на big-integer. Как эти орды устроены? С полями типа int и bit все просто, они нумеруют сами себя. То есть здесь identity функция, это есть функция, которая как раз ровно удовлетворяет всем заявленным требованиям. Ну 0,1, а int, соответственно, сам int. Даты, они сводимы к целому чит, типу, да, к utc-тайму, и тоже мы их также можем рассматривать как целые. Что быть с составными ключами и как быть у нас со строками? Тут интереснее. Сначала давайте разберемся с составным ключом. Если у нас имеется сортировка order by x, y, то есть мы сравним сначала значения x, а если они равны, то значения y. Это вот лексикографический порядок, так называемый, или по компонентное сравнение. Мы можем, если мы знаем, что y принимает всего n значений, может принимать, мы можем занумеровать всю эту цепочку, как бы развернуть вот такой вот змейкой и занумеровать ее. И тогда преобразование капы, это будет n на x плюс y, где n это мощность множества значений y. А обратно, соответственно, мы делаем деление с остатком, целую часть и остаток от деления. В big integer это все хорошо реализовано и это работает. Но это, если мы умеем работать с парами значений, то при помощи вот такого трюка легкого мы можем работать с n-ками значений. То есть разбиваем его на пары, ну пары соединяем в тройки, в четверки и так далее. Или разбиваем. И у нас получается, что цепочкой делений с остатком достаточно быстро и эффективно работающий алгоритм, мы получаем, он туда и сюда работает. Как отыскивать записи от составного ключа? Маленькая тонкость. Смотрите, я привел выше такой пример. vrk1k2, как кортежи, больше либо равен k1k2. Это то, на чем работает грид, то, на чем вся держится идеология наша. Но проблема в том, что такой синтаксис сейчас работает только в pastgreSQL, только pastgreSQL умеет сразу кортежи мастерить и их использовать. А если мы в какой-то другой базе, а мы поддерживаем разные типы баз, то нам придется городить некое условие. И тонкость заключается в том, что если мы подойдем самым таким образом, как мы воспринимаем лексикографический порядок, если первая пара больше, или если она равна, а вторая больше. Это то, как мы воспринимаем лексикографический порядок. То, как мы бы это записали, если бы в математике, например, я так лексикографический порядок записываю. Но базе данных это не годится, потому что здесь or является верхней операцией логической, и она индекс не использует. И если переписать это вот так, логически это то же самое. Можете проверить, там таблицу квайна написать, видите, это ровно то же самое написано, но только так, что and является верхней операцией. Индекс начинает работать. Вот такая тонкость. Окей, разобрались мы с составными ключами, давайте попробуем разобраться со строками. Чего мы хотим от строк, от нумерации строк? Вот здесь вот на этой демке показано, пусть наш алфавит состоит пока из букв русского алфавита, не заморачиваемся с большими и маленькими буквами, ни с чем не заморачиваемся, только буквы. И четырехбуквенный. И представим себе такой список всех возможных комбинаций слов из не более чем четырех букв, упорядоченных по алфавиту. Тогда понятно, что в этом перечне, там где-то будет слева Ваня, там справа Маша, в том смысле, что Маша больше Вани, и лексикографические, посередине другие имена. Например, Коля, видите, где-то ближе к концу, ближе к Маше, чем к Ване, лексикографически, во всем пространстве строк. Причем не обязательно. Вот видите, Ира. Ира, она из трех букв, но она имеет свое точное место, свой точный номер в этом лексикографическом порядке своем, занумерованном. Если мы научимся любую строчку таким образом нумеровать туда и обратно по строке ее номер, по номеру строку, то мы можем и, допустим, найти среднеарифметическое между Ваней и Машей. В нашем случае это затяр имени существующие, но тем не менее, это буквально то, что получается, если взять среднеарифметическое между Ваней и Машей по пространстве лексикографических порядков. А коли, допустим, это будет где-то 84% пространства между Ваней и Машей. Понятно, что это нам позволит реализовать вот ту самую интерполяцию и работу с ключами, которые являются строковыми, а не целыми. И эту функцию можно построить. И мы ее сейчас построим быстренько. Кто помнит комбинаторику, вот вопрос. Сколько всего строк длины, не больше M в алфавите за символов? А в степени М это неправильный ответ, потому что это число строк длины, ровно M. А у нас есть пустая строка, у нас есть строка из одной буквы, их А, из двух букв, их А квадрат, Е. Значит, КЭП очевидность подсказывает, что это же старая добрая геометрическая прогрессия. Поэтому вот такая формула. И что немаловажно, асимптотически это все равно А в степени М. Поэтому битовая длина порядкового номера строки, она будет примерно равна битовой длине самой строки. Поэтому мы там в память никуда не вылетаем. Все это работает. Теперь, получив ответ на первый вопрос, вопрос другой. Какой порядковый номер строки? Ну, ее уже мы воспринимаем как вектор номеров символов. Классическое наше представление о том, что такое строка в любом языке программирования. Словарно-упорядоченном пространстве строк длины не больше M. Значит, пустая строка у нас всегда имеет номер 0, потому что она меньше любой другой строки. Строка, состоящая из первой буквы алфавита, имеет номер 1. А какой номер будет иметь строка, состоящая из одной буквы B? Правильно, совершенно верно. Если 2 кто-то говорит там, это неправильный ответ, потому что между А и Б в словаре, да, как бы мы открываем А на первой странице, а Б оно где-то там. Там находятся все слова на букву А. И на самом деле их ровно столько, сколько слов длины M-1 в нашем алфавите. Таким образом мы получаем здесь впереди единичка для пустой строки. Общая формула имеет вот такой вот вид. Впереди длина строки, а здесь такая линейная комбинация из номеров символов и частичных сумм геометрической прогрессии. И это все быстро вычисляется, потому что вот перед C-итой, которая стоит коэффициент, их можно заранее вычислить. Их можно подготовить заранее, держать в памяти и не вычислять каждый раз. Постаравшись, можно найти алгоритм обратного вычисления строки. Сейчас не буду заморачиваться. Опять же, это цепочка делений с остатком. И с использованием уже готовых коэффициентов это работает очень быстро. Сейчас покажу, насколько быстро. Но сначала предположим, что мы реализовали такую формулу туда-сюда. Вот наш алфавит. Пишем тест. 10 символов, 3 названия городов. Вот эти наши big integer, которые получились. Ижевск, Иркутск, Кешкарала. Правильно отсортированы по алфавиту города? Да, никакого подвоха нет. Давайте посмотрим, как отсортируют PastGreySQL. Обратите внимание, и кратко у него идет после «и», а Ешкарала после Ижевска, но перед Иркутском почему-то. Каков ответ? Почему так? Кодировка. Коллейшн. Правильный ответ – это коллейшн рул. Дело в том, что PastGreySQL у меня был поставлен по умолчанию, по умолчанию там американский коллейшн рул, и американцы ничего не знают про русские традиции, скажем так, алфавитные. Потому что коллейшн рул, он рассматривает каждый символ с точки зрения его класса. Ну вот буква «г», допустим, она маленькая и большая, это буква «г». А вот, с точки зрения его accent и с точки зрения его case, да, accent, и вот смотрите, вот у PastGreySQL вот такое вот правило. То есть он говорит «ё» – это «е» модифицированное с accent, и поэтому если мы установим accent sensitive, то он будет считать «ё» и «е» разными буквами. А если accent sensitive, тогда он их не будет считать разными буквами. Это нормально, потому что в русской традиции бывает так, бывает так, но в русской традиции и краткое «и» – это всегда разные буквы. Они взяли и влепили вот такое вот. Но суть-то этой истории такова, что что бы они там ни влепили, мы должны это учитывать, потому что иначе у нас неправильно нумератор будет работать. И вот чтобы он работал правильно, надо увидеть, что на самом деле строка с точки зрения collection rule – это не просто вектор из названий, из номеров, символов. Это три вектора. Первый вектор – это номер символа без кейса и без accent. Здесь условные номера. Значит, второй – это accent, то есть смотрите, «и» краткое, имеет accent единичку, то есть «и» – это и краткое без accent, и краткое – это «и» с accent. А третий вектор – это вектор кейс, то есть в слове «ешкарала» две буквы большие. И система Scalation Rule сравнивает сначала первый вектор, потом второй, потом третий. То есть, по сути дела, это работает как составной ключ из трех полей. Не одно поле, а составной ключ из трех полей. Насколько быстро работает такой нумератор? Вот мы считали JMH, когда я готовил к G-Point доклад, Володя Ситников, большой родитель перформанса, сказал, «Слушай, это все очень сложно, наверное, долго работает, давай делать JMH замер». Вот на строке 200 символов он делает 10 тысяч операций в секунду, и я считаю, это гораздо быстрее, чем какие… То есть, столько операций в секунду вы не выдаете из базы данных реляционной, точно. То есть, это нулевое время. Вроде бы все, да не все. Тут есть еще много, но дальше я уже кратко, просто тезисно расскажу. Есть задача первоначального заполнения интерполяционной таблицы, потому что когда пользователь нас открывает, мы знаем, где крайние точки, но нам нужны точки в середине, и если он просто смотрит на таблицу, как-то надо нас напомнить. Тут есть метод пристрелки, есть метод через последовательный оффсет, заполнение ее. В общем, тоже есть о чем рассказать, но не буду уже. Также у нас не обомянуты. Обработка и сортировка нул-значений. Я надеюсь, вы знаете, что в одних базах нул-значения сортируются вверху, а в других базах нул-значения сортируются внизу. Есть база pastgres, в которой вы можете указать нулс first, нулс last. Но там еще с индексами муторного возникает. И, соответственно, мы это должны учитывать. Если у нас поле nullable, все эти формулы достаточно серьезно усложняются, потому что ради одного nullа приходится делать много чего. Режим прокрутки на малый шаг. Если пользователь покрутил вот так чуть-чуть грит, то делать интерполяцию неразумно, потому что интерполяция может его увести куда-то не туда. Гораздо проще, вернее, гораздо разумнее заставить базу данных реально прокрутить эти несколько записей. То есть реально запросить select limit, сколько там, 50 записей, ну запроси 50 записей. Да, он их укрутил куда-то, но это будет правильнее, и пользователя не будет скакать ничего. Анализ качества интерполяционных точек, потому что интерполяционную таблицу нужно держать в актуальном состоянии и какие-то точки отбрасывать, например, если у нас меняются данные в самой таблице. Другие мелкие, но важные детали, как говорится, god is in the detail. Надеюсь, что теперь я вас полностью убедил в том, что создание грита вот такого, это задача очень непростая. И в ней много скрытой сложности и подводных камней. Выводы какие? Вывод первый, а самый очевидный. Создавать фреймворк и платформу – дело трудное и неблагодарное. Потому что мы делаем вещи типа этого грита, потом приходит бизнес-программист, говорит, я вот тут ляпнул грит, что-то он медленно работает или что-то глючит, что ты не можешь такую простую вещь мне нормально сделать. Всегда помните про оценку сложности алгоритмов. Ну это понятно, если вы сделали что-то, систему, которая работает хорошо, когда у вас там 100 записей в базе, всегда стоит думать, а как она будет работать, когда будет миллион записей в базе. Что изменится? Во сколько раз у вас просядет производительность? По возможности избегайте каунт и оффсет. Это операции, которые требуют прочитывания много ридов в базе, и это вещи, которых нужно избегать всячески. Четвертый вывод. SQL-язык, он мощный, но он не всемогущий. Ему можно и нужно помогать. Выбрать запись по ключу – это он может хорошо, а вот выбрать запись по номеру – это он не может хорошо. И что-то нужно делать. Снаружи кэшами обкладывать, ну кэширование – самая такая вещь. Помните, что сортировка строк существенно зависит от коллейшена. Если кто-то про коллейшены себе плохо представлял, как это работает, надеюсь, теперь вы себе лучше представляете, что это такое. И всегда следите за коллейшеном, когда базу данных разворачиваете, потому что он бывает очень больно. И бывают очень непредсказуемые результаты, если они зависят от сортировки строк, база данных иногда очень может так делать неожиданно. И самый главный вывод, который лично для меня всей этой истории, когда мы делали этот грид и сделали его, что приблизительное решение, приблизительное в кавычках, немножко неточное, оно бывает намного быстрее точного, но при этом практически столь же хорошо. Потому что пользователь, когда куда-то мотает, ему уже не нужно именно эту запись показать. Ему достаточно показать приблизительно эту запись, и он будет happy, как пользователь. А мы за счет этого, за счет приблизительного решения, экономим себе огромное количество вычислительных затрат. Ссылочки тут есть, но будет все это доступно. Есть демо-пример на гитхабе, который зависит от челесты. Про челесту сейчас будет разговор. Есть у нас сайт нашей платформы, есть хабро-статьи, которые у нас имеются. Все, на этом все по первой части. Если какие-то вопросы есть, не забывайте про мой твиттер. Если есть какие-то вопросы, готов ответить. Сейчас, минутчик 10. Хороший вопрос. Значит, интерполяционная таблица привязана к сессии пользователя. Сессия пользователя уходит, интерполяционная таблица garbage collected. Почему сделать ли ее персистентной? Мы думаем об этом. Прежде всего, мы думаем о том, чтобы сделать ее расшаренной между разными сессиями пользователя. Вы понимаете, интерполяционная таблица – вещь очень индивидуальная, когда пользователь начинает что-то фильтровать. Потому что он же выставляет себе фильтр индивидуальный. И понятно, что Вася выставит те записи, которые ему нужны, а Петя – те записи, которые ему нужны. И это будут совершенно разные наборы данных, и там нужны совершенно разные интерполяционные таблицы. Если этот фильтр показывает не 50, а 500 тысяч записей. Значит, это плохой фильтр. Это не плохой фильтр. Это бывает фильтр, например, Васе показывать записи по Хабаровску, а Петя по Владивостоку. Потому что… Вы правы, абсолютно, да. Но вопрос, делаем ли мы это в том продукте, нет, не делаем. Мы их не храним, они привязаны к… Думаем ли мы шарить их между сессиями? Думаем. Персистить вряд ли, потому что… Но они же чуть-чуть плывут. Что-то там удалилось, и более свежая интерполяционная таблица, она будет более точной. Это тоже непростая задача. Да, конечно, это тоже непростая задача. Если вас каждый раз поищу, то есть… Ну да. То есть, выглядит это с точки зрения базы примерно вот так вот. Сейчас где-то у меня там. Изначально у вас всегда есть две точки, а потом начинается… А потом начинается вот это вот, да. Вот то, что здесь показано. Но он работает быстрее, если так… Да, это работает быстрее, если данные размазаны равномерно, скажем так. Это вот… Вот это плохой пример. Это кладер, там текстовый ключ, который еще очень неравномерно распределен. То есть, да, сначала густо, а потом в конце пусто. Но если это айдишники, какие-нибудь автоинкременты, то это очень быстро работает, потому что автоинкремент, он практически минус какой-то апсет и все. Ну, за исключением каких-то пары записей, которые удалились в середине. Поэтому, да, на этих… Реально вот это вот плохой случай. Хороший случай для тестирования. Это вот кладер, справочник такой. Можно, если заранее прочитать, например, что такое плохое сопротивление, сохранить базу и сначала делать запрос, получать начальную интерполяцию… Можно, можно, можно. Смотрите, мы можем сделать что? Мы можем добавить ключ с номером записи, да, и сказать, вот эта запись, она имеет такой-то номер. Но это будет работать только, если вы хотите видеть всю таблицу без фильтров. Или без сортировки. И если вы не удаляете записи из таблицы, если они у вас как-то не это самое… Ну да, вот удаление таблиц, уже сбивка происходит. То есть, да, есть такой метод вполне себе. Если справочник у вас инвариантный какой-то, то тогда лучше его занумеровать сразу хорошо. Это будет помогать. Но если он вот такой вот, сверху откуда-то или… Опять же, это решение, оно является, как бы сказать, оно является компромиссом между всеми возможными вариантами, которые в жизни случаются. В жизни всякие случаются, но вот на практике вот так вот у нас. Ну, еще один вопрос просто по поводу реализации. Зачем у нас был бекунок бегать? Ну, вставлять ровно потом, потому что если у нас куча записей, пользователь не хотел точно попасть в такую-то, такую-то запись. Ну, попали мы не туда. Потом вот, когда будет крутительно, ну, немножко подмотаем, там уже по гранту сделаем. Ну, кстати, тоже валидный совершенно пойнт. Вот меня даже коллеги убеждают не делать этот отскок. Вот. Но смотрите, что тут там может быть. Там может быть такая штука, что какие-то записи с краев будут недоступны. То есть, как бы бегунок у тебя от… Ну, как сказать, может быть такой баг. Куда-то ты бегунок установил, значит, тебе кажется, что ты его установил близко к краю нижнему, допустим. А он бы должен был отскочить куда-то ближе туда, в середину. И вот, а мы этот отскок не показали. И теперь он крутит вниз на определенную дельту, и он не сможет докрутить до последней записи. Понимаете? Потому что ему уже сама компонента… Мы запрос делаем не точно на эту страницу, а, допустим, 10 страниц вперед, 10 страниц назад. И? Большой будет запрос. Большой. То есть, ну, и лимит увеличим. Мы делаем запрос нашего ключа, отойдем типа на 10 записей, загрузим больше и покажем ему это ему. Вот будет прокручивать, нам нужно подделать сразу запрос. А если он просто прокрутит точечную запросу, то будет листать? Ну, вот он будет пристать точно, ему уже что-то подогрузилось, мы по грандам, синхрома будем подгружать, подразумеваешь, что он мотает вниз или вверх? Ну, вот, все-таки вот этот вот баг, который я сказал, как вы с ним будете бороться? Пользователи, значит, допустим, таблица была плохая интерполяционная. Допустим, он домотал почти до самого края вниз, и отскок должен был куда-то там, хорошо так, в серединку вверх. Но мы этот отскок ему не показали. И вот он хочет еще вниз помотать. Он уверен, что он в самом низу, и система как бы считает, что, ну, как бы визуально все показано так, как же, как будто он в самом низу. Он вниз до самого упора домотал, и он считает, что он видит последнюю запись. На самом деле он уже не будет видеть последнюю запись. Этот отскок, он нужен ровно для этого. Как будто именно в граничных случаях можно делать отскок, а так и в центре. Окей, предложите алгоритм, разделяющий граничные и неграничные случаи. Еще, чтобы он не... Это проще повторить алгоритм, пока он не приведет достаточного значения. Но есть, да, вот как бы сейчас мы думаем, как переделывать. Это сделать действительно более эффективно заполнять интерполяционную таблицу в начале, так, чтобы она достаточно точно была. Ведь там достаточно 20 хороших точек в интерполяционной таблице. Другое дело, что если делать методом пристрелки, точки отскакивают, они могут быть... Ты бьешь куда-то в середину, да, а потом каунт оказывается, если она действительно где густо, где пусто, она отскакивает вперед или назад. Но у нас сейчас есть идея, как сделать интерполяционную таблицу так, чтобы она изначально была хорошей, и тогда уже, да, не нужно будет отскакивать бегунок. Потому что отскакивать бегунок на вебе, это тащая проблема. У вас был вопрос, кажется, да? Нет? А правильно понимаешь, что у вас сортировка только поиндексирована? Абсолютно. Это как бы лимитировано у нас. И с фильтрацией там тоже лайки не все можно делать, потому что если там не поиндексированы поля. И буквально поэтому у нас нельзя посортировать, щелкнуть на любой столбец, это как бы ограничено пользователю, а только поиндексировано. Но это, кстати, вот в системе Navision именно так сделано. Там нельзя сортировать по любому столбцу, а только поиндексированному. Но зато как бы это работает быстро. Вы думали о том, чтобы взять тот же самый пасгресс и встроить ваш алгоритм непосредственно на движок? Я, конечно, знаком с Володей Ситниковым, который делает для пасгресса драйвер. Ну, надо как-нибудь с ним попить пиво и предложить это. А он, может быть, что-нибудь... Возможно, это имеет смысл хранить на уровне слоя базы данных интерполяционной таблицы. Да, это правильно. Эта мысль правильная. Она приходит в голову постоянно, когда этим занимаешься. То есть интерполяционная таблица – это свойство индекса, что-то типа статистики. Но, опять же, а как быть с разными фильтрами? Можно фильтр такой задать, можно фильтр сякой задать. То есть все равно разнообразие фильтров, которые вы можете поставить, оно несколько убивает стройность картины, скажем так. Да, но тем не менее, если мы в таком случае можем сделать какую-то конструкцию, хотя бы в том, что нам выскорили, сказать, что по этой там, поэтому там все будет фильтровать. Соответственно, сделаем нам все индексы, сделаем. Если мы захотим... Ну, отличная идея. Мне кажется, про это надо написать статью на Хабре и, значит, как-то пропушить ее среди тех, кто делает пастгрэм. У меня она есть. Я буду сейчас рассказывать, на самом деле, про идею для сиквела, про ключевое слово «converge» после перерыва. Вот. То есть на самом деле сиквел базом, но реализационным базом много чего не хватает. Ну, так, на практике. Вот. Ну, да. Но идея использовать именно индексы для этих таблиц, да, это было бы здорово, интерполяционных таблиц. Тогда проблема гряда, вот от грядового отображения, она бы не стояла просто. Вот тогда бы она была бы решена уже точно основать. Давайте я передам слово Николаю. У него доклад где-то минут на 20. Вот. А то мы задержим плюшки и чай. Коля, подходи. Так. Так-так-так-так-так-так. Где же твой доклад-то? Дискдм. Дискдм. Николай. Шифт F5. Вот. Не забудь про пример. Конечно. Еще раз. Добрый день. Знаете, лет 15 назад, вот я просто помню, почему, потому что .NET появился. Помню, .NET появился. Мы сидели, вот даже не помню, где я сидел, и обсуждали, что все, ну 1S крышка. Просто вспомню, что нас навело на эти размышления. Ну, скажем, мы тогда и сейчас, в общем-то, делали примерно то же самое, может быть, с разной степенью эффективности, поэтому мы, в принципе, понимали, что, где и как используется. Но почему мы думали, что все? Потому что 1S это такой колосс, да, ну тогда это такой тяжелый исполняемый модуль, птичий язык, на котором, в общем-то, ну можно, конечно, писать, на все можно писать, но, ну, как бы, ну, может быть, не очень приятно, да, так скажем. Ну, может быть, кому-то приятно, но, в любом случае, это, ну, достаточно вычурный язык. И вся, ну, как бы, сила 1S и тогда, ну, в общем-то, сейчас она заключалась в том, что, скажем, обрубая людям возможности какие-то, она давала возможность построения, ну, больших систем. То есть она давала возможность справиться с комплексностью задачи. И когда, вот это, ну, было, скажем, 2002-2003 год, если вы помните, значит, тогда вовсю гремел rational rules, да, где уже были прекрасные средства, значит, которые позволяли делать прямой reverse engineer, использующий диаграмм, то есть мы, как бы, видели, что мы делаем, да, уже появился clear quest, это issue management. Ну, redmine, конечно, тогда еще не было, track еще, по-моему, тоже не было, хотя, может, нет, не было, наверное, не было, да, конечно, не было. Вот, но clear quest был, соответствующий менеджмент был, уже появился реквизит pro, то есть он позволял управлять требованиями, уже на тот момент были прекрасные системы контроля версии, SWM уже точно была, ну, в принципе, даже и CVS была, ну, в конце концов, да, тоже неплохо, вот. Вот, и, значит, что самое главное, уже был подход на основе тестирования, то есть сначала тест, потом программный код, это уже тогда было, ну, достаточно, ну, скажем, таким, ну, как бы, такой вещью известной. И мы думали, что вот это как раз и поможет справиться, ну, со сложностью систем, вот, ну, как бы, не надо уже делать вот это вот разделение, вот эти вот тяжелые вещи, вот, мы можем, будет какой-то каркас классов, тогда, по-моему, слова framework еще не было, будет какой-то, в котором, как бы, любой, ну, адекватный разработчик сможет разобраться, сможет, ну, скажем, планировать задачи и построить вот то, что сейчас называется delivery management, да, то есть, как бы, управление от, скажем, эмоционального рассказа пользователя, чему нужно, да, до конкретной фичи в программе. И это как раз и позволит, значит, выставить вот этот вот, ну, как бы, delivery management, который на тот момент, ну, было сделать достаточно сложно, значит, но, в принципе, на один оси, скажем, это можно было сделать. Знаете, случилось все, о чем мы говорили, значит, все, вот, rational roles, его, конечно, нет, но вот все, что там было сделано, сейчас, как бы, усилилось, там, сейчас есть git, сейчас есть mercurial, сейчас есть, значит, отличное средство управления требования, ну, конечно, там, кли-квест, он неплохо был, но там никакое сравнение, конечно, не идет с тем, что есть сейчас, да, вот, и подходы к тестированию очень сильно увеличились, значит, behavior-driven подход тоже появился, там, можно спорить о нем, но тем не менее, то есть, вообще, все, все уйти, все одна вещь, 1С как был, так и остался, вот, причем, был примерно в той же логике, то есть, нельзя сказать, что в 2003 году было что-то другое, я сейчас говорю, ну, может быть, 1С, поскольку он там всем известен, ну, в России, но это то же самое относительно Microsoft, да, это на, ну, PeopleSoft, на Vision, да, тогда было, и как SAP, и к SAP, вот, это все осталось, и, значит, есть, значит, высказывание на роли, в основателе 1С, что треть программистов в России, это программисты 1С, ну, скажем, он говорил не программистов, а, скажем, людей, занятых в IT, вот так вот, ну, аккуратнее, скажем, да, это программисты 1С, а учитывая то, что 1С, это не единственный продукт, скажем, есть еще там, SAP, на Vision, так далее, ну, который тоже достаточно популярный, то получается, что, наверное, и больше половины, вообще говоря, всех специалистов, они заняты вот в этой сфере, на этих продуктах, вот, и тут, знаете, как это, в мультфильм, такой Южный парк, может быть, кто смотрит, там было такое рассуждение, слушайте, подождите, есть ли все-таки их больше, чем нас, значит, кто из нас minority, это когда они о нас меньшинствах спорили, да, ну, и вообще, очень интересная серия была, это соотношение большого и маленького, там такое было, вот, возникает тоже вот такой вопрос, прошло несколько лет, мы уже, скажем, ну, все равно уже в проектах, в котором мы участвуем, ну, мы используем, мы понедряем, там, Эдин, Сына, Вижен, ну, это как бы естественным образом, и мы поняли, что вообще очень много, очень здорово, ну, вот, действительно, очень много реализовано, очень много паттернов, они не дурацкие, это не то, что, вот, кто-то сделал какую-то тяжесть, и, там, большими деньгами заставляет нас этим пользоваться, очень много хорошо, но, когда мы это поняли, мы уже были по уши в Java мире, и оттуда мы вообще выходить не хотели, не собирались, и получается такая вещь, что вот часть проблем хорошо решать тут, но мы-то в Java мире, мы не можем применять вот эти паттерны, значит, и тогда, вот, скажем, родилась вот такая идея, о которой мы, собственно, сейчас и расскажем, идея некого продукта, который позволяет встраивать вот эти элементы бизнес-логики в, скажем, приложение, которое работает в Java экосистеме, то есть, по сути, он работает на принципах, вот, которые свойственны вот таким системам, типа Navision, 1S и так далее, но, как бы, мы это можем использовать внутри Java приложений. Значит, содержание, да, немножко, ну, во-первых, я все-таки скажу, почему бизнес-логика – это такая вычурная область, почему все-таки к ней надо как-то относиться немножко по-другому, чем, там, скажем, другим задачам, и потом, собственно, Иван уже, вот, дальше покажет, вот, как работает со структурой данных, наши подходы о том, как кодировать, вот, как у нас реализован test-driven development, test-driven proc, и, собственно, как это все разворачивать, потому что понятно то, что мы, вообще говоря, написали, хорошо бы, чтобы оно развивалось в разных средах, скажем, если это, там, Digital Ocean или, там, какое-то облако, там, я же говорю, Google, это, как бы, одни способы, подходы, если это TOT, это другие способы, если вот тут компьютер, это третий способ, но, вообще, желательно, если мы что-то написали, чтобы оно хорошо работало и там, и там, и там, потому что мы, как бы, хотим продать то, что мы сделали все-таки многим людям, да, естественным образом. Итак, что особенно в бизнес-пиложении? Чтобы, значит, так сказать, немножко подсократить, да, просто один пример, вот, август, да, нам задача, к 30 августа надо, чтобы вот все территориальные управления Росфанцзора сдали планы в прокуратуру, ну, должны сдать до 30-го числа, ну, другое иметь закон, если не сдадут, проверять не могут. 30 мая правительство дало им подписать постановление, которое напрочь меняет процесс, ну, вот, и, естественно, когда мы автоматизируем, мы же должны сделать соответствующие постановления, это нормативные документы, и оно не принимается в июне, оно не принимается в июле, и вот мы сидим в такой раскоряке, либо так, либо так, и тут можно, конечно, сказать, свидетель, если вы не умеете управлять страной, не используйте АТИ вообще, да, ну, зачем вам это надо, в конце концов, ну, с другой стороны, как бы, это тоже наши деньги, но если мы ничего не сделаем, нам ничего, наверное, не заплатят, вот. Ну, и вообще, как бы, мы же чувствуем, что мы можем помочь, если, так сказать, абстрагироваться, ну, как бы, материальным вопросом, да. И вот мы ждем, и в такой вот раскоряке находимся, и вот это особенность бизнес-приложений. Ну, может быть, понятно, там, в коммерческих компаниях нет, значит, Дмитрия Анатольевича, который, значит, у которого есть настроение, понятно, значит, у которого зависят какие-то довольно серьезные изменения, но на самом деле они тоже есть, достаточно резкие, вот, особенно на этапе внедрения. Понимаете, если я делаю интернет-магазин, то, знаете, у Хаджана Средина, когда он там пытался обмануть, там, бухарцев, он стал представлять бухарцев как одного большого бухарца с бутербродом, да, который, значит, лениво ходит и висит, значит, во что бы ему поиграть. Вот, это хорошо. А, представляете, если мы делаем систему, в которой много разных бухарцев, много разных ролей, причем, вот, мы сделали систему каким-то образом, а вопрос распределения ролей, он вообще часто вопрос политический. Мы сделаем, а люди говорят, что мы не будем использовать, я вот не хочу с ним работать, я не хочу так работать, и это нормально. Это не то, что меняет всю систему, понятно, система-то она, ну, как бы, та же, но мы должны, в общем-то, на ходу, во время внедрения, наносить достаточно серьезные коррективы. Ну, может быть, не очень принципиально, но это есть. Вот. Далее. Потреблась, в честь целостности, да, нас, ну, туда же останавливаться не надо. Если я потратил рубль, он должен быть и в бухгалтерском балансе, и в книге операции, и в, значит, личном кабинете нашего клиента, да, иначе будет плохо. И это еще невозможно прогнозировать требование доступа к данным. Понимаете, если я делаю интернет-магазин, понятно, я делаю его иерархически, от товаров, и все под товаром, это хорошо. А если я делаю не интернет-магазин, если там много людей, которые по-разному работают с базами данных, кто-то от клиентов, кто-то от товаров, кто-то от сделок. И, получается, я не могу вот так вот красиво иерархически выставить систему от каких-то определенных сущностей. Я должен, значит, как-то сделать так, чтобы потом можно было и так, и так, и наприкосяк сделать. Вот. Далее. Значит, к чему это приводит? Первое, это приводит к тому, о чем, собственно, Иван немножко уже начал говорить. Это приводит к разделению кода платформы, кода бизнес-логики. То есть, есть определенный обеспечивающий код, который, ну, скажем, там, обеспечивает, может быть, какие-то интерфейсные базовые вещи, какие-то, скажем, вопросы, связанные с безопасностью, может быть, с документами, с созданием, ну, то есть, какие-то базовые вещи. Есть код бизнес-логики. И что характерно, обычно, ну, опять же, вот, я даже, наверное, не буду объяснять, я не знаю почему, но обычно этот код бизнес-логики, он написан на другой, на другом языке, чем код платформы. Это не обязательно так. Есть платформы, прекрасные платформы, на которых, скажем, там, обеспечивающий код на Java, код бизнес-логики на Java, да. Но в целом, в большинстве случаев они разные. На самом деле, вопрос даже не в том, что это разного уровня люди делают, да, с разным бэкграундом. Вопрос в том, что это немножко разные подходы. Если я пишу платформу, у меня код не может, допустим, превышать, код метода не должен превышать 10 строк, это понятно. А вот если я пишу код бизнес-логики, спокойно. Потому что мне дали задачу, мне не дают возможность два дня ходить, думать, как ее решить, и потом, что мысли, двух строчек кода решить. Я ее должен решить за один день. Может быть, плохо. А потом, кажется, что этот код никому не нужен через год, и я напишу другой. Поэтому вот это, к сожалению, так. А второй момент, что очень интересно, это все-таки революционная СУБД. Почему революционная СУБД? Сейчас, вот мы в своих проектах очень много используем революционных СУБД. Ну, естественно, они сейчас, ну, как бы без этого невозможно, да. Но вот база всегда революционка. Почему? Ну, во-первых, это самые зрелые проекты. Все-таки все революционки в 80-х годах начались. И вот, как бы, была хохма, конечно, это то, что вот показал Иван, что в 12-й версии Oracle, в 12-м году в Аскольдсервере появилось замечательное, значит, кодовое слово offset. Но это все-таки из разряда хохма. Все-таки основной уже, ну, и я вот не могу сказать, что там какая-то база данных лучше. Вот по мне, что Oracle, что SQL, что Postgre, ну, вот мы со всеми работали, ну, немножко по-разному администрируется, ну, по сути, это одно и то же. И это зрелые проекты. Во-вторых, это все-таки транзакционность. Про тот рубль, о котором я говорил. Если вся транзакция не проходит, она вся откатывается. Это, ну, как бы, это революционный СУБД. Это быстрая фиксация данных, пишите, что в хронике, да, понятно, есть еще более быстрая, но все-таки достаточно. Я думаю, все согласятся, что все-таки достаточно быстрая фиксация данных в СУБД. То есть, когда у меня идет транзакция, я быстро фиксирую ее там, откуда ее уже сложно удалить. Вот. Ну, и это все-таки быстрый поиск по произвольным данным. Грубо говоря, где я индексы поставил, там идет поиск. Но проблема-то в чем? Что это, скажем, какие-то особенности. А что должно быть как у всех? А должно быть как у всех работа с кодом. Вообще говоря, весь delivery, ну, менеджмент, он должен быть как у всех. То есть, у меня должен быть там сервис, там, ну, например, там, дженки, с которой все собирает. У меня должно быть система управления версиями. Причем, вот если сегодня это git, а завтра будет git плюс плюс, то я хочу использовать git плюс плюс, потому что он что-то дает, и не просто так выпускает. То есть, получается, что работа с кодом, она должна быть как у всех положения. А если вы, например, возьмете Microsoft Data.net, у них вообще нет системы, которая версии нормальной. То есть, у них все хранится в базе данных, и люди очень сильно мучаются. Ну, одна из лучших систем, тем не менее, да. Вот. Ну, удобство страшное. Неудобство, неудобство работы страшное. Это, конечно, тестирование кода. То есть, подход, бизнес-предложения тоже не должны ошибаться. И подходы к тестированию должны быть, ну, хорошо реализованы. И, конечно, то, что нам предлагает здесь, там, та же 1S, та же Navision, это далеко от того, что есть, далеко от того, что должно быть. Хотя, конечно, там есть подходы. Вот мы видели прекрасный продукт, который решение SAP тестирует следующим образом. Он распознает картинку и ищет кнопки. И тыкает в них. Ну, вот, просто распознавание, да. Это работает, естественно, только в определенных темах. Ну, это понятно, значит, Windows. Но, как бы, это нужно. То есть, даже там делают костыли. Вот. Но, тем не менее, значит, вот не как у всех. И это соответствует общей и темпной структуре. На этом вопросе я уже говорил. Значит, оно должно разворачиваться как угодно, где угодно, на чем угодно и быстро. Далее. Ну, собственно, вот первый подход, это все-таки те же самые 1С, Navision и так далее. То есть, это такие колоссы. Они говорят, нам вообще плевать на весь прогресс. Бизнес-пределение в специальной области. Типовые подходы к разработке вторичные. Главное, наша там кодовая база. Значит, вот на ней делаем. И вот такие вот костылики, типа того, о котором я рассказал. Вот они так немножко себя подпирают. И хорошо. Типовой подход другой. Значит, мы берем, говорим, а, море по колено. Давайте открываем идеи и начинаем писать бизнес-приложение. И пишем. Я не говорю, что этот подход не работает. Но, скажем, если вам надо сделать оборот на сальдо и ведомость, ну, это определенные паттерны, которые, вообще говоря, просто так не реализованы. То есть, если вы хотите узнать, сколько там ваш магазин продает по дням, вы говорите, о, я хочу узнать, сколько он продает по дням. Чистент говорит, подожди, я считаю 1%, 2%, 3%. Вот, на. Ну, как бы это тоже. Ну, вот, то есть, подход работает. Никто не говорит, что он плохой. Ну, просто есть, ну, как бы ездить дешевле, быстрее, значит. И, наверное, велосипедов тут таких много уже изобретено, вот, в этих системах, которыми хорошо бы воспользоваться. Наш подход, соответственно, CelesteJar. То есть, мы попытались вот все вот эти принципы работы вот этих систем 1S, Navision, SAP, вот взять, ну, причем мы выбирали, естественно, мы с нескольким систем работаем, какие лучше, вот взять и запихнуть в такой вот модулечек. CelesteJar, его назовем, скажем, ну, он может, кстати, как Maven Dependency подключаться в код, то есть, он и как сервис работает, ну, вот, грубо вот так вот назовем CelesteJar. Какие, значит, типовые варианты использования? На самом деле, мы его уже используем достаточно много. И тут, как бы, может быть сложно говорить о типовых вариантах, но вот один из таких вариантов, где мы используем очень хорошо, это вот такой бэкэнд для электронной коммерческой площадки. Есть фронт-энд, ну, там, скажем, кто-то его написал. А, скажем, бэкэнд и бэк-офис часто пишут, ну, скажем, на том же 1S, вот, ну, в такой. Это очень хороший подход, он работает. Но иногда нам такой подход неудобен. Ну, скажем, нам нужна более гибкая система, мы не хотим вылезать из, скажем, той же Java экосистемы, в которой мы находимся. И тогда мы говорим, бэк-офис, ну, это все равно 1S, понятно, что, так сказать, для налоговой все равно 1S будет готовить, естественно, документы. Но мы хотим, чтобы у нас бэкэнд был, ну, скажем, на Java, например. И тут мы начинаем велосипедить. Вот как раз здесь Celeste, она очень хорошо себя проявляет. Второй момент. Сейчас очень распространяется система, ну, в общем случае, система документооборота, то есть система, в которой, скажем, есть управление какими-то сущностями, есть бизнес-процессы согласования этих сущностей. Ну, грубо говоря, скажем, договор. Значит, его вперед один человек делает пояснение, потом второй, третий, есть некая цепочка, в конечном счете мы говорим, все-все, он, значит, нормально, может идти в дело. Вот, и система очень хорошая есть, документом из платных, из бесплатных, альфреско, там, ну, может, да, DocsVision, да, российская, это все хорошие системы, но они хороши, если я их положил на всю организацию, то есть если все процессы в организации идут через эти системы. А если мне надо в том же магазине сделать согласование договора, я же не буду DocsVision, ну, как бы, покупать специалистов, это же просто очень дорого и нецелесообразно. И вот тут как раз очень хорошо подходит Celeste плюс Activity, то есть Activity это как раз open-source продукт, который позволяет, кстати, который создается компанией Альфреско, который позволяет реализовывать вот эти бизнес-процессы, то есть, грубо говоря, там, как Богдан Цитамир, да, он говорит, делай как я, а есть Celeste, который, значит, смотрит на наших, чьи ей говорят, Activity, и, собственно, выполняет вот те самые операции. В качестве, мы уже говорили, в качестве кода бизнес-логики мы используем JITON, это для нас не панацея, мы думаем, что что-то еще дополнительно, именно дополнительно, поскольку JITON нас устраивает, ну, на самом деле мы много, так сказать, поборолись с его разработчиками, значит, все-таки, чтобы они там какие-то вещи исправили, но, тем не менее, вот так. И, значит, я еще хочу что сказать, вот мы сейчас показываем именно вот этот модулек, который позволяет писать бизнес-логику, он небольшой, и у нас, ну, просто во многих проектах используется, и мы абсолютно уверены, что это хорошо для многих случаев. На самом деле у нас гораздо более общая платформа, там есть достаточно много решений, ну, вот мы пока, так сказать, в них, может быть, не нащупали некую золотую середину, значит, ну, в любом случае это все, как бы, очень модульные решения, то есть они, как бы, живут, они могут жить и вместе, но они прекрасно живут по отдельности, и нами они используются по отдельности, и вот поэтому мы сегодня, скажем, вот про один из таких вот модулечков расскажем, ну, скажем, даже модулей, это вот Челеста. Я, да, вот Николай обиделся, какой модулечек, да, модулей, да, извините. Вот, тогда я думаю, что можно, значит, на перерыв, прерваться на перерыв, да, вот, и после продолжим, уже, да, уже будет, да, уже год, как это работает, как это все, значит, разворачивается и прыгает. Да, сейчас будем рассказывать более технически о том, что вот в нашем проекте, который мы делали, ну, так активно года 4 уже, и вот сейчас мы решили, что он созрел, и пора его в Open Source рассказывать о том, что он есть на самом деле на свете. Так, что такое Челеста? Если крупным планом посмотреть, это, ну, некая прослойка, если угодно, как это не банально звучит, между базой данных и кодом бизнес-логики. Вот, может спросить, ну, что это, УРМ, что ли? Ну, не совсем УРМ, сейчас покажем. Ну, обратите внимание, что, ну, на диаграмме она как бы надвинута на вот этот цилиндр с базой данных, потому что частично она существует как джарник, но частично она создает свои объекты, триггера и объекты базы данных, которые нужны ей для того, чтобы обеспечить свою работу. И внизу под Челеста одна из трех, из четырех, пардон, поддерживаемых баз данных, но H2 для цели юнит-тестирования кода бизнес-логики, а наверху код бизнес-логики, сегодня этот джайтон. Мы надеемся, что у нас будут другие языки так же. Основные возможности, функциональные и нефункциональные возможности платформы. Во-первых, ее можно заюзать у вас в Java как Mavin Dependency, совершенно свободно. Главное, пункт номер один такой функциональный. Он рифмуется с основным принципом Java. Напишите код один раз, запускайте на любой поддерживаемой базе данных. Зафиксируйте, что код бизнес-логики, написанный у нас на питоне, на джайтон, питон, это мы будем, я буду говорить, когда джайтон, когда питон. С точки зрения синтаксиса один тот же язык. На питоне код не знает, на какой базе данных он ходит. И, соответственно, какой-то модуль, написанный и поставленный клиенту, у которого Oracle, этот же код может быть поставлен клиенту без изменений. Ну, почти. Без изменений клиенту, который работает на PastGrey Square. Автоматическое обновление структуры данных через демпатентный DDA. Я буду сейчас об этом говорить. Это задача миграции схемы данных. То есть у нас есть прот, у нас есть база данных религационная. Все мы знаем, что эта задача непростая, когда нам надо сделать апдейт и с этим апдейтом принести новую структуру. Челесто-юнит. Частью Челесто является класс Челесто-юнит, который позволяет осуществлять модульное тестирование процедур, меняющих данные без использования DB-юнит и контейнеров. Делать это достаточно легко, и мы сейчас продемонстрируем, как это происходит. Что еще Челесто умеет? Челесто умеет все то, что умеют... Ну, вот системы того класса, о которых сейчас Николай рассказывал. Обновление кода на живой системе. Так как питон язык скриптовый, у нас нет такого этапа, как компиляция кода, собирание там джарника какого-то. Инсталляция выглядит так. Буквально у нас есть текстовые файлы, мы поднимаем их из контроля версии, релодим сервис, вариант сервис работает. Модульность решения. Ну, тут все понятно. У нас есть такое понятие, как гранула. Я расскажу об этом. Гранулы можно комбинировать и в разных вариациях использовать. Секьюрити от одного клиента, от одного банка, особенно к другому банку, одинаковые требования к секьюрити. Распределение прав доступа, то есть никаких анонимных операций над данными, только операции над данными от имени конкретного пользователя. Логирование изменений в таблицах. Иногда бывает нужно какую-то определенную таблицу поставить на контроль. Кто, когда и что в ней поменял. Вот есть таблица, а есть контроль. И аудит входов. То есть кто вошел, когда вошел, когда успешный вход, когда не успешный, когда вышел. Это записывание. Про независимость от типа СУБД. Зачем это вообще нужно и почему мы это сделали, и почему это поставили первым пунктом? Ну, потому что, как вы знаете, на практике многие из вас знают, выбор типа реляционной СУБД – это вопрос зачастую не технологический, а политический. Вы приходите к заказчику, заказчик уже инвестировал, допустим, в Oracle лицензии, и он хочет видеть решение на Oracle. А к другому заказчику приходите, он уже инвестировал в SQL сервер, он хочет в SQL сервер. Все меняется, сейчас госсоказчики, сейчас вообще сильно переходят на PostgreSQL, но нас это не волнует, потому что мы можем работать и так, и так. Переиспользование стандартной библиотеки. Есть вещи, которые одинаковые для всех. Если, допустим, у нас есть какой-то шаблонизатор для рассылки email-уведомлений, то мы его хотим использовать и в этом банке, и в этой коммерческой организации, в этой госструктуре, он одинаковый. Почему он должен у нас, из-за того, что он обращается к базе данных как-то, почему он должен не работать у кого-то другого? Или там справочник, иерархический справочник, допустим, есть какой-то функционал для редактирования иерархических справочников. Но это же стандарт, почему мы не можем его расшарить между всеми? Мы и шарим. И последний по очереди, но не по важности, это возможность выполнять тесты бизнес-логики, используя базу данных H2 in-memory. Что это дает? Это дает возможность нам быстро запускать юнит-тесты, быстро запускать их с базой данных, которая пустая совершенно, она же in-memory, и быстро выкидывать эту базу. То есть данные, которые тесты, они не портят нам базу, и мы всякий раз начинаем снова, с нуля. И так как код у нас RDBMS-агностик, как я называю, то есть он не знает, на какую базу данных он ходит, если он правильно выполнился на H2, то он правильно выполнится и на Postgresive в проде. Это позволяет нам делать юнит-тесты. Я покажу, как. Естественно, это требует от нас теста, что наш API, который мы даем, он одинаково ходит и на H2, и на Postgresive, и это мы делаем. Этим как раз мы занимаемся. А разработчик бизнес-решения уже этим не занимается. Прогнал на H2, работает отлично, юнит-тест готов. Естественно, все имеет свою цену. Если где-то что-то у нас гибко, то где-то у нас возникают ограничения, что-то у нас лимитируется. В данном случае, то, что у нас код RDBMS Agnostic, достигается тем, что мы работаем через собственный слой работы с системой управления базами данных. Мы кодогенерируем классы доступа к данным, мы кодогенерируем Python, я покажу, как это делается. С одной стороны, с другой стороны кодогенерируется DDL и SQL-код нашей системой, и какие-то объекты в базе данных тоже создаются. А сам питоновский код напрямую, не через какие-то драйверы, конечно, никто не запретит ему взять, создать коннекшн-пул и обратиться на прямую к базе, но на самом деле ему это делать не нужно, потому что он работает через наш слой. И это обеспечивает и распределение прав доступа, это обеспечивает в том числе и логирование, и все прочее, аудит и так далее. Именно то, что мы через этот слой работаем. Дальше. Если представить такие вот круги или радиограммы, где каждый круг – это набор фич. Естественно, в каждой базе есть какие-то фичи свои уникальные для своей базы, но если мы говорим, что мы работаем гностик относительно типа базы, то те фичи, которые мы показываем, транслируем через наш API, они должны быть общими для всех баз. И вот здесь в середине написано «Chelest SQL», и «Chelest SQL» – это наш такой язык, SQL, который компилируется в разные разновидности. Тут может показаться, что это очень маленькая часть, но на самом деле это самая большая часть, самая общая часть. Это просто условно такая диаграмма, потому что у всех баз есть таблицы, у всех баз есть внешние ключи, у всех баз есть вьюхи. SQL – язык query language, он очень похожий у всех баз. Поэтому мы можем через «Chelest SQL» транслировать на разные базы. На этом слайде сопоставление типов. Смотрите, у каждой базы, естественно, есть свой набор типов данных для столбцов. И так как мы работаем через «Chelest», то есть такие типы «Chelest» и типы, которые предоставляют «Chelest SQL». Есть маппинг. И мы вот остановились сейчас на семи типах. Кажется, это ограничение такое некоторое, но в действительности на практике этих типов достаточно, в общем-то, для того, чтобы делать бизнес-приложение. Но сейчас у нас есть еще дополнительные идеи, там парочку новых добавить, но в принципе этого достаточно. То есть целые числа, ну что, штуки, килограммы, рубли, битовые поля, да, нет, там длинный текст, короткий текст. Вот все, что нужно. Да, дата, время. Все это мапируется. Коды генерации SQL. Как это происходит? Чтобы пояснить идею, хотя, возможно, все и так уже поняли. Вот перед вами скриншот «Chelest SQL». Это реально такой есть язык, «Chelest SQL». Можно зайти на вики нашей платформы и увидеть много красивых диаграмм вирта, что там можно, что нельзя в нем. Когда создаем таблицу, делаем select-запрос. Транслируем его, допустим, в htool. Меняются типы данных, да. Транслируем его в pastgreSQL. Немножко у нас поменялся синтаксис для дефолт значения на binary поле. Транслируем в SQL сервер. Конкатенация строк во всех базах – это две вертикальные черты. В SQL сервере это плюсик или функция concat. Транслируем в Oracle, там свои какие-то особенности возникают. В Oracle нет битового поля, там поле типа битового. Его приходится эмулировать как number, который принимает значение только 0 или 1. Следующий вопрос, который хотелось бы… Сейчас я говорил про то, зачем нам кроссбаза данческости и как мы ее достигаем. Следующий вопрос – это функциональная возможность, это модификация структуры живой базы данных, перенос схемы данных. Это картинка из недавнего моего поста на Хабре. Не все, может быть, знают, но SQL язык очень мощный на самом деле. И даже ими не пользуются всеми функциями. Но есть вот такой широко известный в узких кругах пример, что на одним SQL-запросах можно графически построить фрактал. Кому этот пример знаком? Есть такие? Нет? Ну вот. Можете изучить этот вопрос, там Milderbroad Set SQL задать в Гугле. И примерно на Postgres вы можете построить графические SQL-запросы, рекурсивные, построить фрактал. Это действительно так. То есть SQL очень мощный закон. Тюринг полный, там все что угодно возможно. Ну и вот Николай тоже говорил, они с нами, эти реляционные базы с 80-х, там чего только нет. Все там есть, но один вопрос там концептуально очень трудно решается. Это миграция данных. Миграция, простите, схемы данных. И какие вообще подходы к этому решению есть? Есть очень известный подход номер один, это database changelog, использование changelog. И в Java мире наиболее известная система, которая это позволяет делать, это Liquibase. Смысл такой, что что-то нам надо изменить, мы объявляем, декларируем change set, добавь это поле сюда, эти данные перенеси оттуда туда, вот тебе change set. Мы эти change set накапливаем, накапливаем в такую вот стопку, и Liquibase занимается тем, что она контролирует, что каждый change set вовремя применяется. Если какой-то change set уже применился, она его не будет второй раз делать, она другой change set. То есть она контролирует, до какого change set, если грубо говоря, мы докатились. Она там может откатывать назад. Ну, в общем, декларируется, на сайте Liquibase, если зайти, это рефакторинг и source control для вашей базы данных. Но, если посмотреть внимательно, это не совсем рефакторинг и не совсем source control. Потому что, если вы сравните с тем, как вы пишете ваш код, представьте, вы бы писали Java на Java, и для того, чтобы отрефакторить ваш класс, вам бы пришлось вот такое вот писать. Давайте дропнуть и метод foo, add method void bar. Это что такое, если бы вам приходилось так делать, чтобы писать на Java? Но, тем не менее, это именно ровно то, что вы делаете, когда вы объявляете структуру таблиц и занимаетесь иммиграцией. Почему вы классы в Java напрямую редактируете во время рефакторинга и отправляете на source control? Сейчас он с этим методом, потом он с другим методом. А со структурой таблиц в базе вам приходится вот такие вот пляски устраивать, писать этот change log. Но понятно, почему. На самом деле, потому что в базе данные же есть, с ними тоже что-то надо делать. Мы сейчас этим вопросом займемся. Но все-таки подход номер два, который может применяться здесь, такой подход configuration management. Есть, многие, наверное, слышали, есть такой класс систем configuration management системы, к ним Ansible, Chef, Puppet относятся, которые занимаются чем? Они занимаются provisioning, они занимаются тем, что устанавливают и обновляют софт на машинах. И оттуда, вот из этих систем пошло вот это вот словечко идемпотентность. Но в математике оно тоже есть, оно просто означает, что если функцию применить f от x, а потом еще и получить какой-то результат, а потом от этого результата еще эту функцию применить, то ничего не изменится. Значит, идемпотентный скрипт – это скрипт, который говорит не «сделай что-то», а он говорит «приведи существующее к желаемому». То есть это не императивный скрипт, а декларативный скрипт. И поэтому в Ansible, например, вы можете написать, конечно, shell скрипт, который устанавливает эту программу, эту программу, эту программу, эту программу. Там такой-то версии, допустим. Но если вы его запустите на пустой машине, он, конечно, сработает у вас, у вас все будет установлено, но если вы запускаете на машине, где уже что-то есть, то он сделает не то, что вам нужно. Он начнет устанавливать одну программу поверх другой и так далее. И демпотентный скрипт, он смотрит так, эта программа уже установлена, не надо ее устанавливать. Эта программа-версия другая, ага, вот тут надо сделать апдейт. Соответственно, этот, и, кстати говоря, в Configuration Management System, там же задача, в общем-то, гораздо более сложная решается, чем изменение структуры данных в базе, которая, в общем-то, достаточно хорошо формализована. Этот подход, он общий совершенно, и совершенно так же его можно применять и для миграции данных, если мы будем писать и демпотентный DDL. Если мы напишем вот такое вот выражение, create table, но интерпретировать будем его не так. Не создай таблицу, а если таблица уже есть, то выдай ошибку, таблица уже есть, таким именем не буду создавать, да? А приведи таблицу к желаемой структуре. То есть, если таблицы нет, создай ее. Если таблица есть, посмотри, какие поля. Если каких-то полей нет, добавь. Если какие-то данные изменились в поле, измени эти данные. Если дефолты какие-то поменялись, поменяй, от альтерия. Но тут вот опять же пошел разговор, почему база данных не поддерживает. По-моему, они могли бы поддерживать такое слово converge table, допустим, да? Не create table, а converge table. И тогда у нас были бы и демпатентные скрипты, и у нас было бы гораздо меньше головной боли вообще с работой. Потому что у нас бы получался настоящий рефакторинг и настоящий source control. Мы сравнили две версии, мы увидели, кто там поменял. Ваня тогда-то поменял, добавил not null, default 0. Такого-то числа, с таким-то коммитом, с таким-то комментарием. А альтер команды, базы данных бы уже отстреливали под капотом. Интересно, что SQL развивается в этом направлении. Сейчас все базы современные содержат такие create table if not exists. Там у них есть такой if not exists. Раньше не поддерживаются, сейчас поддерживаются. Это довольно слабая попытка, потому что, ну если с таблицей есть, она не будет ее модифицировать просто. То есть это ни о чем. Есть куда им расти, развиваться. Но челесто, к чему я все подвожу. Челесто SQL, вот DDL, он интерпретируется именно таким образом. То есть когда вы пишете в челесто SQL create table для того, чтобы создать вашу схему данных. Не вы пишете, а программисты бизнес-логики пишут. Мы пишем саму платформу на Java. Это интерпретируется именно как идемпотентный скрипт. То есть она пытается сводить существующие таблицы к нужному виду. И я покажу, как это делается. Естественно, это нельзя просто взять и выполнить идемпотентный скрипт последовательно. Потому что таблицы друг от друга зависят. Как мы знаем, много раз там что-то дропаем. Он говорит, не могу дропнуть, у тебя там форинг-ключи. Не могу дропнуть, у тебя там висят зависимости какие-то. Для того, чтобы... Или там отальтерить. Для того, чтобы это делалось, необходимо выполнять топологическую сортировку наших объектов. Мы это делаем. Необходимо в правильном порядке эти альтеры генерировать. Мы это делаем. Необходимо убыстрять. Здесь показан скриншот такой служебной таблицы, которая содержит в себе контрольные суммы модулей, которые уже в систему загружены. Она проверяет просто, если контрольная сумма не изменилась, то ей не надо ничего делать с базой данных. А если контрольная сумма поплыла, то тут начинается вот этот долгий процесс сравнения по всем метаданных и сведения его туда. Вопрос. Но это же не всегда работает. Потому что что делать с данными, например? Мы создаем foreign key какой-нибудь, и этот foreign key не может быть применен сразу, потому что у нас в справочной таблице нет тех значений, которые есть в исходной таблице. Тут ничего страшного нет в действительности. Потому что вы можете создать адхок, одноразовый скрипт миграции данных, протестировать этот одноразовый скрипт миграции, применить его, этот одноразовый скрипт миграции, когда вы будете деплоить себе в продакшн, и выбросить этот одноразовый скрипт миграции, в отличие от подхода с change log, потому что больше он вам не понадобится никогда. Ваши продакшн базы уже находятся в нужном состоянии, а если вы запускаться будете с нуля на пустой базе, то ваш скрипт create table создает пустую базу уже с нужной структурой. Поэтому вам вовсе не обязательно хранить этот change log, который все перипетии ваших изменений, добавили тут поле, удалили поле, хранить с самого начала. Вы можете эти скрипты сохранить на память, но не более того. И это работает, такой подход. Он достаточно удобен именно для бизнес-приложений, где постоянно все что-то меняется. Но и кроме того, практика показывает, что большинство изменений, которые происходят в структуре, они не требуют migration, DML скриптов. Добавить поле какое-нибудь не требует DML скрипта, мы добавили поле. Изменить вьюху, извините, не требует DML скрипта, мы просто сбросили старую вьюху, подняли новую вьюху. И таких изменений абсолютное большинство. И сама природа их такая, что по большей части челесто просто это обновляет, у вас вы даже не замечаете. Просто скормили ей новый скрипт, и все, она поднимает. Уже хочется показать это все вживую. Для того, чтобы это продемонстрировать, надо ознакомиться с терминологией. Значит, score — это партитура, музыкальный термин, как и челесто тоже. Челесто — это музыкальный инструмент, если кто-то не заметил еще. Внутри партитуры есть у нас grain-granula, и это наши модули, между ними есть зависимости, могут быть, то есть они могут импортировать друг друга. Зависимости не могут быть циклическими. Почему? Потому что перед каждым обновлением структуры мы делаем топологическую сортировку, а циклический зависимый граф нельзя топологически отсортировать. И это одно из требований. Но циклическая зависимость — это как бы плохой код, и тоже ничего такого нет в этом. Гранулы с точки зрения файловой системы, контроля версии — это папка, score — это набор папок. Ну как класс ПА, или уже с сегодняшнего дня надо говорить как там, юнит, юнит ПА. Значит, в ней есть папка, с точки зрения файловой системы, в ней находится SQL файл, челесто SQL, который определяет структуру данных, и он начинается с декларации гранулы и ее номер релиза, скажем так, этого модуля. С точки зрения базы данных, одна гранула — одна схема. Ну то есть префикс, namespace получается. Сколько у нас гранул, сколько у нас схем в таблице. С точки зрения питона, одна гранула — это один пакет. У питона очень простая система пакетов, не как в Java, когда они там вложены, нет, там есть, конечно, вложенные пакеты, но она очень плоская. То есть там на, как называл пакет, вот он в одном руте так и существует. Поэтому здесь с этим проще. И он хорошо как бы мапится на это все. Давайте уже live-дима покажем. Пример. Давайте напишем REST-сервис на базе данных, который агрегирует заказы продажи какой-нибудь компании. Вот нам надо быстро сварганить такой сервис. Он принимает в себя JSON-ы и отдает тоже JSON-ы, и крутооперации какие-то производит, но кладет, раскладывает это все в реляционку. И это важно, потому что как бы дальше бизнес-логика, она работает с реляционкой именно. Для этого мы создадим гранулу. Гранулу вот SCORE, в ней вот гранулу джуга MSK, и в джуга MSK мы создаем SQL-ный файл. Этот SQL-ный файл в себе содержит определение таблиц, которые у нас есть. Давайте определим две таблицы. Order header – это заголовок заказа, потому что заказ – он вещь составная. Она содержит заголовок, где общая информация, код клиента, там дата, айдишник какой-нибудь, и строки. Строки – это товарные позиции. То есть две таблицы, соединены они, пусть будут внешним ключом, и пусть у нас будет вьюха, которая мы будем использовать для извлечения данных, которая будет нам говорить, а сколько же у нас чего заказали. Обычный group by, то есть сколько товарной позиции у нас заказано, уже посуммированные и погруппированные. Как мы можем поступить? Мы можем взять, мы можем создать Java проект, сейчас я покажу, извините, у меня Eclipse, а не идея. Мы можем взять и просто закачать Mavin Dependency, вот такой вот наш проект. Мы на Mavin Central выкладываем резики и проинициализировать Celestu. Celestu мы инициализируем через property, и в property мы указываем то, что нужно Celestu. А что нужно Celestu? Во-первых, Celestu нужен Score Path, вот он здесь у нас, то есть путь к папке Score, где наши гранулы содержатся. Ей нужен путь к библиотеке стандартной Python, никуда без этого не деться, и ей нужно то, что нужно JDBC-драйверу для коннекта к Pastgresu, в нашем случае к Pastgresu. Так, давайте убедимся, что у нас пустая база джуг МСК создана, и давайте запустим нашу систему. Так, 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 все, да? А, ну да, больше она ничего и не выводит. Давайте обновим здесь схемы. Посмотрим. Здесь появилось две схемы. Sorry, это мелко, наверное, вот я не буду комментировать, это не увеличить. Значит, здесь появилось две схемы. Одна схема джуг МСК, в которой наши две таблицы есть, Order Header и Order Line, и одно представление, Ordered Quantity. Оно создалось как бы из нашего DDL. И у нас появилась служебная схема Celestu, где у нас есть таблицы, и вот таблицу Grants я вам покажу. В этой таблице содержатся вот эти контрольные суммы с модулями. Но, собственно, первая – это контрольная сумма модуля джуг МСК, который мы подключили, а второй – модуль челеста служебного, который обеспечивает всю магию нам, скажем так. И колонки и их типы, например, там, Customer Name, имеет поле WarChart 30. При этом код, который мы написали, он действительно RDBMS-агностик, потому что это код на челестой SQL. Давайте предположим на минутку, что вот мы начали что-то туда собирать, и тут мы поняли, что Customer Name, WarChart 30 не хватает, надо WarChart 50, и еще надо поле Manager ID добавить. Вот мы берем так, просто и добавляем. Никаких альтеров, ничего не делаем. Запускаем. Видите, здесь есть такая фаза – Database Upgrade. Давайте посмотрим, что у нас изменилось. Обновляем. У нас появилось поле Manager ID в таблице. У нас поле Customer ID сменилось его. Эй, должно было смениться. Я смотрю так. Колонки. Почему 30-то? А, это потому что Customer Name, не то поле смотрю. Customer Name было 30, а вот стало 50. Вот 50. Я смотрел Customer ID, а менял поле Customer Name. Вот. То есть, мы просто поменяли, а она просто поменяла тоже. Мы не заморачивались над альтерами. И в большинстве случаев вам не надо это будет делать. Что делать в случае, если данные что-то, ну, как бы превентят, я про это уже рассказал. Так. Таблицы, внешние ключи, обычные представления. Все это я продемонстрировал. Давайте дальше двигаться. Но нам интересно также код бизнес-логики какой-то написать. Чтобы написать код бизнес-логики, тоже некие предварительные понятия, они очень простые. Ничего с данными в челесте не делается анонимно. Все делается от имени какого-то пользователя. Поэтому мы сдаем session context, пусть после логина, логаутом или там по тайм-ауту этот session context закрывается. И каждый вызов питоновской процедуры, он происходит так называемый call context, в контексте вызова. Каждая питоновская процедура, челестовская, она имеет вот такой вот вид, по шаблону. То есть первый параметр всегда контекст. Этот контекст, это наш call context, контекст вызова. Он в себе содержит всякие полезняшки. Второй, третий, их может не быть, их может быть произвольное количество. Это уже параметры внешней процедуры, которые мы туда передаем. Сначала сделаем пример типа hello world. Мы этот name используем. И еще, чтобы запустить это дело, нам надо понимать, что такое идентификатор функций. То есть как Java знать, какую функцию она будет запускать. Но это тоже очень просто. Мы через точку перечисляем имя гранулы, имя модули и имя функции. Так, сейчас live demo, я покажу. Вот мы в грануле joug.msk создадим модуль hello.py. И в модуле hello.py мы функцию объявим run. Вот такой вот. Соответственно, трехкомпонентное имя какое? Гранула joug.msk, модуль hello, функция run. Запускается она следующим образом. Вот я сейчас здесь все скомментирую. Запускается она следующим образом. Видите, здесь указано joug.msk.hello.ru. То есть код гранулы, код модуля, код функции. И Иван это аргумент, который мы передали. Давайте запустим. Давай. Она мне сказала, привет, Иван. Кто мне сказал? Это уже Челеста сказал. Код бизнес-логики, который сработал и который написан, заметим это, на языке Python. Так, но hello world-ом никого не удивишь. Нам надо делать что-то, что меняет данные. Вот тут уже интересно начинается. Во-первых, мы меняем данные через классы, которые нам Челеста сгенерировала. В этом смысле мы отличаемся от проектирования, как вы делаете, если вы посолируете ОРМ-системой, когда вы модель данных проектируете на виде классов и потом мапите это на базу данных. А модель данных для бизнеса, для бизнес-логики создается от модели данных самой базы. Вы можете даже визуально это сделать. И Челеста вам создаст классы. Смотрите, вот здесь вот есть такой джугу MSK ORM-py. Этот штука, если мы туда войдем, тут написано, видите, этот модуль создается автоматически, когда Челеста стартует, не меняйте его. Почему? Потому что она здесь написала для нас три питоновских класса. Один называется OrderHeader курсор, другой OrderLine курсор, а третий OrderQuantity курсор. Это классы, через которые вы можете менять данные, вернее, программисты бизнес-логики, опять же, которые пишут на питоне. Могут быстро написать код, меняющий данные. Выглядит это все следующим образом. Здесь много, правда, скрытой сложности за этим делом. Во-первых, вопросы с транзакциями. Программист бизнес-логики может не заморачиваться, когда транзакция открывается, мы ее открываем неявным образом для него, когда соформируется вот этот колл-контекст. Программист бизнес-логики просто пишет некий код, вот он создает экземпляр курсора, OrderHeader курсор, передавая туда контекст вызова, здесь не self-контекст, а просто контекст должно быть. Дальше, он пользуется некими методами этого курсора, ну, например, чтобы отфильтровать все записи, в которых City — это Москва, код City — Москва. Дальше, он может, допустим, получить первую запись, дальше, поля курсора соответствуют полям таблицы. То есть, если у нас в курсоре, допустим, есть поле Comment, вернее, в таблице есть поле Comment, то мы можем через поле Comment курсора туда что-то передать. Допустим, прочитать тот коммент, который есть, добавить коммент, который мы передали туда как аргумент, и потом апдейтить курсор. Если здесь произойдет необработанный exception, то транзакция будет откатана, rollback. если мы добежали до конца этой процедуры без exception, тогда челеста сделает коммит транзакции. Об этом разработчик бизнес-логии не беспокоится. Он всего лишь пишет вопрос какой-то. В смысле? Не хватит на транзакции. Для логирования, если нам надо... Во-первых, мы можем в середине закоммитить ее. То есть, если нам нужно выполнить что-то, что уже точно не откатится, мы здесь можем написать в середине context.commit. То есть, транзакции так устроены. То есть, если мы, допустим, обработали что-то, здесь мы написали context.commit, оно зафиксируется до этой точки, естественно. А потом... Там просто connection джавовский, который автокомминт false возникает. Просто в базе есть такое объявление как основная транзакция. Механизм автокомминт транзакции есть ли? Нет. То есть, возможно, логирование чего-то? в процессе другого запроса. Не зависимо от того, анализов транзакции. Слушайте, но я бы подумал над этим. Мне кажется, что через коммит в середке можно это сделать. Вот. Ну, давайте... Давайте сейчас я доскажу, поговорим об этом. Может быть, сейчас чуть-чуть яснее станет потом. Смотрите, есть еще что у нас. Этот код, он в случае, если у нас уровень изоляции по умолчанию read committed, он подвержен lost updates. Правда ведь? Ведь мы прочитали order header try first, потом мы вычислили новое значение поля на основании старого значения, добавили сюда, потом мы выполняем update. А в этот момент кто-то другой может воткнуть, зафиксировать значение. Мы как бы запортим вот этим апдейтом чей-то другой апдейт. Вот. У нас возникает lost update. Для борьбы с этим делом мы используем optimistic logs. Если по умолчанию мы создаем таблицу в челесте и не пишем никаких хинтов в этом нашем DDL, то она создается со служебным полем реквершен, но дальше понятно. Она создается с триггером на update и если мы пытаемся приапдейтить, прислать значение, которое с другим реквершеном, реквершен уже ускакал, проинкрементировался, то возникнет как раз ошибка, что вы пытаетесь изменить данные, которые были изменены кем-то другим. Но принцип как википедия, если кто-то правил статью википедии, часто бывает так, правишь, правишь, коммит, она говорит, ой, кто-то изменил уже, не дадим тебе изменить, лучше обновись и измени. Здесь как раз выскакивает этот эксепшен, причем это реализовано на уровне триггеров, то есть челес-то вороке, или мы в постгрессе, или мы находимся в сиквел сервере, или мы находимся, она делает эти инстеду в апдейт триггеры, если это сиквел сервер для постгресса, свои триггеры, которые отлавливают вот эту ситуацию lost update. Для пользователя, для бизнес-логики это выглядит так, он чего-то запустил, учет какой-нибудь документа, чего-нибудь, ошибка, данные уже изменены другим пользователем, попробуйте снова. Это нормально, он снова введет, снова нажмет на кнопку, обновит карточку, снова нажмет, снова про, это со второй попытки там у него пройдет данные. Значит, давайте live demo, каким образом это выглядит написание процедур, изменяющих данные. Ну, я уже показал, что у нас курсоры создались, но мы хотим что? Мы хотим взять JSON-ы какие-то и распарсить их, положить в базу данных, именно в реляционную базу данных. Мы можем работать через тестирование. Как я обещал, я это покажу. Создадим класс, тестирующий в питоне, который наследуется от класса Celeste Unit. Тестовые данные пусть выглядят таким образом. Первый реквест это заказ, который содержит две товарные позиции от Василия, который содержит товарную позицию А, пять штук, и Б, четыре штуки. И второй заказ от Андрея, который содержит одну товарную позицию, допустим. И каким образом выглядит тест, вот такой вот, тест документ из Пут-Ту-ДБ, то есть проверить, что документ отправляется в базу данных. Как мы это можем сделать? Самым простым образом. Вызываем тестируемую процедуру, вот она у нас пост-ордер, она находится в нашем продакшн-модуле и имеет сигнатуру, как я говорил, первый аргумент всегда call-контекст, второй это уже док-документ, который мы передаем. Передаем этой процедуре наш тестовый реквест-1, call-контекст мы берем из самого объекта, это же у нас экземпляр челеста-юнит, наследник челеста-юнит, поэтому call-контекст у нас есть. Дальше мы точно таким же образом можем создать у себя курсор, допустим, order header курсор, это заголовок строки заказа, взять первую запись и проверить, что поле ID в поле header я сейчас покажу, просто чтобы как-то были, смотрите, вот здесь у нас есть customer ID, customer name, date ID, то есть в нашем курсоре есть все те же поля, которые мы объявили в нашей таблице, да, он равняется чему? Он равняется number one, а почему number one? Потому что number one вот здесь вот, потому что мы так передали. Запускаем тесты, вот, они у нас валятся, валятся почему? Валятся потому, что не написана сама процедура post-order, на самом деле она написана, я просто закомментировал моменты вставки в базу данных, вот сейчас я ее раскомментирую, как выглядит процедура post-order, она достаточно кондово выглядит, это вот как раз тот самый скрипт бизнес-логики, да, здесь нет ничего красивого, но это суровые будни, то есть мы берем, объявляем курсоры для заголовка и для строк, у нас док этот документ передался в виде джейсона нашего, дальше мы говорим, просто начинаем брать из документа и передавать в поля, поле ID, поле DATE, ну допустим, DATE нам надо в DATE TIME превратить объекты, нам придется попарсить его, ну попарсили мы его STRP TIME, это питоновская функция, которая парсит, значит, CUSTOMER ID, CUSTOMER NAME взяли, инсертим заголовок, потом инсертим строки, нумерацию там, допустим, ставим свою, прописываем ORDER ID, потому что это внешний ключ, документ ID, ну давайте запустим уже тест, посмотрим, что произойдет, так, первый тест у нас ОК, а второй тест ЭРОР, вот тот тест, который мы сейчас написали, он у нас ОК, и это значит, что действительно, когда мы взяли первый хедер после вставки, нам действительно вернулась строчка с номером номер 1, мы можем этот тест расширить, мы можем проверить там, что у нас две строчки, в лайнах, например, какие-то еще вещи дополнительные проверить, да, это грубый тест, мы его можем расширить. Вопрос, как это все выполнялось, вот в этой вот что-ли базе данных, которую мы делали, да ничего подобного, а тут как было все пустым, так и осталось. Так как мы наследовали вот этот вот класс от Celeste Unit, она поднимает Celeste Unit, Celeste Unit, момент выполнения, поднимает Celeste, то с H2 in-memory базы данных. Поэтому вы всякий раз оказываете в базе данных с такой же структурой, как вы задекларировали в вашем DDL, всегда пустая, всегда она быстро поднятая, а когда вы закончили ваш тест, она забывается, она in-memory, все, у вас ничего нет. Если вам нужно в сетапе каких-то добавить строчек, вы это можете сделать тоже через API челестовская, вам не надо никаких городов с insert, скриптами, просто на insert, через ту же челестовую API на insert, для того, чтобы, это же нужно для unit-тестов, для unit-тестов вам нужно 5-6 записей, проверить, что ваш фильтр там работает, действительно там возвращает то самое, что ваша какая-то процедура, которая что-то суммирует, она действительно реально грамотно это все суммирует. То есть вот так мы этого добиваемся. Второй тест напишем. Давайте проверим теперь выход из системы. То есть что мы возвращаем вот aggregated report. Некий джейсон, который говорит, что нам товара такого-то заказали столько-то позиций, товара другого столько-то позиций. Для этого нам надо вставить два документа и дальше мы проверяем, что товара А у нас 8 штук, а товара Б 4. Почему товара А 8? Потому что здесь 5, а здесь у нас 3. Видите? Ну, тоже я делаю на что у нас тут. Резал get aggregate report, а нету у нас товара А. Сейчас мы его сделаем, чтобы он появился. Aggregate report как мы делаем? Ordered quantity курсор это курсор к объюхе. То есть мы с ним можем работать так же, как курсором с таблицей. Пробегаемся по всему этому курсору, собираем, вот видите, здесь у нас мапа питоновская, мы в эту мапу собираем значения. Давайте перезапустим наш юнит-тест, посмотрим, что у нас изменится. Оба теста зеленые. Все. вот так вот in-memory мы можем создавать и развивать бизнес-логику. Так, что у нас А. 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 Про материал стейл. Смотрите, вот этот уже тест, это уже такая рабочая получается, да, рабочий совершенно пример. Можем вставлять документы и разбивать их в базу данных реляционную. Но, если мы будем так работать на практике, мы только что подложили себе бомбу замедленного действия, на самом деле. Потому что, если у нас станет очень много заказов в наших таблицах, а мы используем вьюху, которая делает группировку и суммирование. Правда ведь? Она будет работать с каждым разом все медленнее, 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 медленнее. Такого рода вьюха. То есть, у нас бомба заложенного действия, и мы с этим что-то должны делать. А на самом деле, это очень часто встречающийся паттерн, когда вам надо погруппировать и посуммировать какие-то книги, книги операции. Если это финансовые книги операции, вам надо знать сальдо на счете. Это значит, по данному счету вам надо просуммировать все плюсы и минусы, которые были. Если это операции товарные или какие-то складские, вам надо знать там сколько килограммов сейчас на данной полке, чтобы ее не перегрузить. Вам надо взять и посуммировать все движения по складу всех палет, которые проходили через эту ячейку или через эту полку. Это альфа и омега всех учетных систем. Такое суммирование и группировка. И как тут быть? Естественно, надо кэшировать, надо где-то держать уже эту сумму предрассчитанную. Но это как раз то, что мы пытаемся сделать на уровне платформы, чтобы помочь разработчику. Смотрите, если бы мы работали на SQL сервере чистом, у SQL сервера есть такая прекрасная штука Indexed Views, которые на самом деле в себя представляют таблицы с данными, но они определяются квере и с SQL выражением, но когда данные в таблицах меняются, от которых она зависит, меняется этот Index View. А потом, когда мы его читаем, она читает уже предвычисленные значения. В Postgrese есть Materialized View, но это не так работает. Его надо рефрешить принудительно. В Oracle тоже. А нам бы хотелось это дешево, но это дорогая операция. Если мы это делаем раз в сутки, мы имеем расхождение. Нам бы хотелось как в SQL Server, но у нас Celeste, она работает прозрачно. Давайте что мы можем сделать? Так, где тут у нас SQL? Давайте возьмем и напишем здесь Create Materialized View. Мы работаем сейчас в моем примере в Postgrese. Работаем мы в примере в Postgrese. Давайте запишем APP, запустим наш. Смотрим, что произойдет. Так, он мне сказал привет, Иван. Что у нас случилось сейчас представление обновим? Представление ordered quantity ушло, куда-то пропало. А что у нас случилось с таблицами обновим? Смотрите, у нас появилась таблица ordered quantity. Она пустая, но если я сейчас чего-то вставляю в нашей таблице header line и открою таблицу ordered quantity. Я там вставлял только в header line. Мы увидим здесь агрегированные значения. И если я что-то поменяю, сейчас уже мне надо торопиться завязывать, если что-то поменяю в header и в line, здесь тоже изменится. Никакой магии нет, просто на таблицах line находятся триггеры, которые наставляла туда челеста. Эти триггеры меняют именно ту запись, которая есть, и за счет этого там целостность возникает. А разработчик бизнес-логики просто написал слово материалайз и живет довольный. Для него это декларативный код. Так, что осталось показать? Мы немножко все, давайте быстренько. Значит, как связать с внешним миром? Вот то, что мы написали сейчас. То есть, мы можем класть JSON, мы можем брать JSON, но как связать с внешним миром? Помимо того, что вы можете ее затянуть через Maviun свой проект. У нас есть такая штучка Flute, на Java написанная. Он работает как сервис, как Windows и Linux. Под сервис Windows он идет с Windows инсталлятором, все нормально. Под сервис Linux у нас есть Tensible Script. Сейчас мы вообще его на Spring Boot переделаем, и там вообще очень все просто с сервисом. И эта самая Flute позволяет нам экспонировать наши Celeste скрипты как REST сервисы. Она позволяет в зависимости от настроек подхватывать задачи из очереди, но вот мы с Redis много работаем, поэтому у нас Redis только как Message Broker. Она может запускать их по крон-расписанию, она может их циклически выполнять, допустим, через каждую секунду, в зависимости от того, что вам надо. Каким образом мы объявляем REST и Point? Очень знакомым вам всем способом, только в Python. Мы импортируем Mapping класс, в данном случае это декоратор. В Python есть такая вещь, как декоратор, но она выглядит как аннотация в Java. Этот декоратор говорит, что мы хотим этот процессор, context request response, значит, Mapping на FOO, допустим, на наш слэш FOO, и это будет работать у вас как REST and Point FOO в вашем коде. как мы отконфигурируем флейту. Вот у нас есть XML, который содержит в себе все, что нужно. Общие параметры подключения к базе данных, источники задач, это может быть либо Redis, либо расписание ниже, schedule, это крон расписание и так далее. На этом я заканчиваю. Что можно почитать подробнее про нас? Во-первых, есть хабро-посты про мои хабро-посты и про это все. Там можно узнать. Ну и кроме того, добро пожаловать на сайт. И в наш вики очень много чего там есть. Очень много чего есть про челесту, про челеста SQL. Особо прошу обратить внимание на раздел про челеста SQL. Там большие красивые диаграммы синтаксические с языком. Что можно делать? Вопросы? Давайте теперь обсудим все вопросы. У нас есть 10 минут до 10 вечера. Вопрос на оптимистик лог. Да. Я вижу, что он в рамках одной транзакции. А если допустим мы работаем с ресторанским и там нам как раз оптимистик лог сам этот доктор прописал. Можем ли мы при выборке данных передать эту самую версию, чтобы потом остановить с ней? Версию значит ну я кажется понимаю мысль вашу, то есть чтобы ну да перед да можем да можем ответ да можем потому что у нас есть поле реквершн который ну в курсоре и это паттерн который мы применим принимаем пользователь к себе в браузере когда затягивает в эту форму себе у него есть невидимое поле реквершн потом туда оно же и приходит туда дальше пользователь либо получает ну кухиш либо получает коммит своего этого да а вторая вопрос а почему качество сервиса в чем мешало запускать флют например как просто ну в контейнере какого-то в тамкате в тамкате флют запускать ну просто более легковесное решение но на самом деле у нас даже была такая ну в смысле как варник да в контейнере ну это надо ставить тамкат допустим там ну просто более легковесное решение все у нас даже было какое-то время мы делали такой флют вар как артефакт потом он не пошел ну да ради бога конечно почему нет вот да кому-то он нужен бывает особенно если там нельзя ставить своих сервисов а значит там контейнеры установлены вот но и такая была у нас мы еще то ее просто забросили потому что как-то этим не пользуются а сейчас вот ну этого еще нету на мавине у нас но вот сейчас вот как раз мы сделали ее на спрингбот перевели и там все очень удобно кидаешь мягкую эту ссылку в initd на джарник прямо и опс у тебя готовый сервис там ничего даже ставить не надо вот на линуксе очень удобно ее ставить а на венди у нас этот тамкат вопрос томката инсталлятор который есть который флейту ставит как сервис на самом деле код позаимствован из исходников томката вот то есть она и ставится там будет такая картиночка Apache Commons Damon и вот эта панель управления старт и стоп если кто тамкат под виндой юзает вот он у флейты точно такой же как у тамката просто потому что там за за юзан код и запачки мастерем которые трудно тут приходится отход адхок такие одноразовые скрипты делать да тут приходится делать для кладра да весьма весьма значительные но они одноразовые то есть как бы облегчать здесь что один раз сделал и забыл реально сделал и забыл и то что вы несете этот change lock себе как хвост такой тяжелый да с данными да то есть эта задача не решена и думаю что она еще ищет ну как бы ждет своего такого решения хорошего нет это я все знаю да я ликвидбейс изучал все время как вариант но смотрите можно так можно сяк вот подход который здесь с адемпатентным структурой он позаимствован из microsoft dynamics системы там там это же целый мир то есть кто его не знал даже даже лучше не знать наверное но там так там ты определяешь структуру таблицы начинаешь ее импортировать и допустим если тебе данные не дают проимпортировать структуру таблицы то она тебе скажет знаешь что промигрирует данные а потом импортирует а если дают то она их импортирует и все то есть там вот как раз именно такой вот демпатентный подход декларативный я хочу себе таблицу с такой-то структурой она берет ее так раз и меняет и он работает потому что ты переносишь очень часто какие-то это работает потому что у тебя очень просто экспериментировать и менять именно структуру данных становится очень просто ты меняешь эти таблицы так же как ты меняешь классы свои и дальше уже зная про эти ограничения ты уже подстраиваешься ну не буду я это поле допустим что-то с ним такое делать я знаю что что-то с ним произойдет при миграции ладно у тебя уже немножко психология меняется знаю про это ограничение вот если там нету допустим с 50 до 30 что сделать через это сделать просто alter table alter field трали вали размер 30 а дальше как база скажет если база скажет окей там нет полей длиннее 30 окей она закомитится если база сказала нет то тогда происходит не накатанное изменение челесто не стартует у нас в логе запись что гранул с такой-то контрольной суммы с такой-то версией не смогла закомититься потому что база данных вернула такую-то ошибку ты не можешь alterить поле потому-то и потому-то ты пишешь этот свой скрипт который там режет там или переносит другое поле запускаешь его заново запускаешь это и все нормально и в этом смысле опять возвращаясь к ликвейсу нет ничего страшнее чем change set который наполовину выполнился так ведь а для челеста такого проблемы нет потому что она сравнивает всякий раз желаемое состояние с действительным состоянием и если что она не сделала сейчас она доделает при следующей попытке вот но как бы понятно что это тоже неудобно и здесь тоже как бы свои виллы но тут такие виллы там такие виллы так смотрите наш SQL script он по сути дела это и есть мета данные потому что если мы откроем что такое SQL надо было показать еще визуальный дело в том что мы это дело закачиваем еще в DB схемы есть такая визуальный редактор ER то есть по сути дела это мета данные то есть хотя здесь написано create table можно это представить в виде ямла или в виде XML если угодно концептуально это наша челеста это не интерпретирует как процедурное что-то она это интерпретирует именно как мета данные когда она парсит ну понятно содержимое здесь да здесь вот со справочниками точно скажу что здесь мы в пролете получаемся вот у нас есть если говорить мета данные если допустим нам нужно сделать к полю таблицы привязать какие-то еще данные которые не входят в синтаксис SQL допустим человеческое название поля вот мы делаем вот так вот смотрите здесь есть две звездочки совершенно как java.doc челеста.doc называется мы можем здесь ставить джейсон допустим там какой-нибудь кэпшен здесь бла-бла-бла и в рантайме в челестовском рантайме мы содержимое вот такого комментария или комментария с одной звездочкой не можем получить а содержимое комментария с двумя звездочками который объявлен перед объектом как java.doc мы можем получить и таким образом те мета данные которые не влезают в синтаксис SQL мы можем запихнуть как угодно расширить через вот этот челеста.doc да а вот сам а сам сам вот этот да да пожалуйста динамическая инициализация значит смотрите она по умолчанию ищет property файл в той же директории где джарник находится либо ее можно вот так вот просто в инициализатор передать вот эти вот settings в виде property файла эти property они задокументированы и кроме того вы можете передать сюда еще какие-то свои property которые вы можете использовать в коде бизнес-логике это важно бывает ну доступ к какому-нибудь внешнему сервису ну как глобальный environment переменные если угодно да ну вот потом да 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 ну там свои ну вот смотрите я вам показывал флейту например во флейте называется flutexml по сути дела здесь те же самые chlestoproperties вот dbcon string только в виде формата xml немножко по-другому вот если мы говорим там про используем chlestodjarnica как самого по себе то да там chlestod.properties и вот это все можно можно там прописать вот chlest там сейчас у нас как синглитон работает то есть один раз проинициализировавшись работайте с тем что тем что есть вот вот так вот иван можно личный вопрос по какой причине демонстрация идет в эклипсе а например не в идее значит понимаете вот мы тут все занимаемся бизнес приложениями и мы немножко такие люди суровые немножко вот сегодня java 9 вышла а у нас всего-то мне кажется года полтора или два назад для одного клиента потребовал сделать форк под шестую java потому что у них не было сертифицировано использование восьмой седьмой а вот именно шестую надо было делать поэтому с одной стороны да но да нет лично но вот программисты у нас работают в идее многие я просто работаю в эклипсиках пора пора мигрировать да 4 нет на самом деле я как бы не призываю мне на самом деле отрадно потому что вот ты собственно второй докладчик который использует эклипс те кто докладывается со мной соответственно третий да участник джака маска кто как бы эклипс использует то есть я тоже из таких старых вымирающих представителей идея классная но как бы не для всего то есть в чем-то немножко пугает знаешь андрей я что-то джи юнит 5 не смог в эклипсе сейчас поднять что-то я вот корячусь корячусь мы вот на джи юнит 5 мигрируем челесту как раз поддерживаю и вот сейчас я доготовился к докладу но я не могу джи юнит 5 поднять все а вот а вот в идее работает мы реально мы реально вот мы сейчас реально мигрировались на джи юнит 5 мы сейчас хотим тест контейнер попробовать в челесте чтобы вот как раз это дело делать вот а зачем к 5 для тест контейнер ни не а просто просто как бы и юнит 5 тест контейнер сразу чтобы уже с контейнер с это хорошо а вот в плане метаданных то что показывал описание там только таблицами можно оперировать ну скажем есть какие то может быть видит объекты там можно оперировать только таблицами вьюхами больше чем а то есть если у меня есть есть какая-то иерархия вот в структуре хранения или надо там какой-то набор полей повторить нескольких табличках а вот это вот все в копипасте такой есть паттерн мне нравится насколько я понимаю это первое ваше выступление вообще на всевозможных метапах да если вот тебя и да 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 на метафе мы первый раз как бы да ну и как ощущение то отличное ощущение публика прекрасно понимающие я ожидал даже больше такого давления сейчас про про транзакции это хотелось бы поговорить потому что для чего это делаешь для того чтобы но как защита диссертации если угодно да вот и сделал то что по что ты веришь и как публика к этому отнесется это очень важно но если в целом говорить про автономные транзакции но они же вроде характерно именно для вора вода то есть другие спады то же самое на джай было бы прикольно вот что вам скажу господа мы очень много кода написали на питоне я сам веду проект который делается на питоне я питона вот так вот сюда потому что питон являясь динамическим языком ты никогда не избавишься от блин на атрибут not found в объекте никогда и знаю что нормальный статически типизированный язык тебе просто бы даже запустить такое не дал это очень сильно сильно бесит но а что использовать вместо питона мы не знаем честно говоря мы думаем но есть такой момент значит но знаете знаете как найти в москве java разработчика сколько там они хотят денег и прочее а вот такой вы будете писать вот такой вот код ответьте мне пожалуйста как вот у меня вот этот вот 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 это вот вам интересно писать нет почему же ну да 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 понятно он достаточно изящный то есть тоже и у него вот это вот фишка что ты за счет и и прийти принта делаешь структуру она очень хорошая она сразу как бы отсекает желание что-то ужасное написать ну такому говнокодеру вот мы думаем сейчас не посмотреть ли на сторону груви с его статической с возможностью статической типизации вот нот андрей говорил что там как-то кисло с этим а вы посмотрите есть же несколько сезонов груи пастерс как бы я это называю там стоя один способ выстрелить себе в ногу то есть и почему-то использовать не надо ну из личного опыта да как-то просто решал простую задачку и большую часть времени я пытался себе объяснить почему работает именно так то время которое мог бы потратить на написание более плейта я потратил на разбирательство вот с одним маленьким нюансом да то есть это очень думаем что 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 другим языком кроме питона ужасно что он динамический вот был бы статический питон вот было бы то что надо котлин 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 у котлина она да я тут показываю все на эклипсе соответственно чеселеста есть на source ford же мы перейдем до мигрируем на гитхаб вот котлин да но у котлина же мясно как бы он не скриптовый есть котлин скрипт ну я знаю да но как бы тоже не основное но котлин там вообще сейчас не поймешь кто основной по честному честно говоря да вот котлин от на на еще на волне хайпа вот так вот выйти на какой-нибудь метап еще куда-нибудь там рассказать у нас тут котлин и все я думаю что это бомба ну сейчас в сан-франциско будет целый континг он туда весь джокер и уехал когда она будет когда он будет но это будет тогда же когда и джокер будет а что там вар ваня не уехал еще в этом ваня успеешь до до джокера кто-то будет крутить и поедем на сан-франциско есть алексей кудрявцев анонсированный а вот ребят который занимается непосредственно котленом то есть будут те кто занимается идеей тагир вот соответственно котлен да вся команда там виза вроде получили как бы не смотря ни на что то есть на джокере их не не поймать и не попытать прокладки в этом в этот раз нет ну на джапонте другой раз попытаться вот ну я хочу сказать вот как бы на самом деле мне понравилось как получилось до вас там соответственно вот такой вот потери невинности выставление на нами этапах открытых московских вот я с удовольствием вас еще раз приглашу она о вашем опыте хочу чтобы все остальные отметили что это не страшно возможно если вы занимаетесь чем-то настоящим и как бы вам самим это нравится об этом надо рассказывать на самом деле это то для чего мы вот здесь как бы собираемся чтобы делиться опытом да да андрей совершенно совершенно и мне вот как человек который в общем-то ходит на митапы на конференции не всегда очень интересно послушать людей которые рассказывают как они сделали что-то вот то есть есть доклады прекрасных это общий но вот людей не 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 таких крутых там как шепелев допустим чуть чуть попроще как они сделают что мы сделали это как это устроено это всегда вот но мне лично интересно я думаю что и сообщество интересное спасибо заходите до новых встреч